Конкордия Евгеньевна Антарова Две жизни Анотация Оккультный роман, весьма популярный в кругу людей, интересующихся идеями теософии и учений живой этики. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора известной оперной певицы, ученицы Константина Сергеевича Станиславского, солистки Большого театра Антаровой, 1886-1959, книга писалась ею под диктовку и была начата во время Второй мировой войны. Книга «Две жизни» записана Конкордией Евгеньевной Антаровой через общение с действительным автором посредством яснослышания, способом которым записали книги «Живой этики» Елена Ивановна Рылих и Николай Константинович Рылих. Тайную доктрину – Блаватская. Единство источника этих книг вполне очевидно для лиц их прочитавших. Учение, изложенное в книгах «Живой этики», как бы проиллюстрировано судьбами героев книги «Две жизни». Это тот же источник единой истины, из которого вышли учения Гаутамы Будды и Иисуса Христа и других великих учителей. Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие образы великих учителей, выписанные с огромной любовью, показанных самоотверженный труд по раскрытию духа человека. Книга, первоначально предназначавшаяся для очень узкого круга учеников, получавших через Антарову руководство великих учителей. Часть первая. Об авторе. Перед вами, читатель, оккультный роман, который впервые выходит в свет спустя почти тридцать пять лет после смерти автора. Он принадлежит Перу Конкордии Евгеньевны Антаровой, одной из тех самоотверженных русских женщин, чья жизнь была служением красоте и знанию. Кора Конкордия Евгеньевна Антарова родилась 13 апреля 1886 года, в то счастливое для творческих натур время, когда занимался Серебряный век русской культуры. А природа щедро наделила ее талантами, в том числе прекрасным голосом, контральта, редкого обаяния. Поэтому одновременно с занятиями на историко-филологическом факультете высших женских курсов, знаменитых Бестужевских курсов, она оканчивает Петербургскую консерваторию, берет уроки пения у Прянишникова, организатора и руководителя первого в России оперного товарищества. В 1908 году ее принимают в труппу Большого театра. На этой известной всему миру сцене Антарова проработала почти 30 лет. Мы можем только догадываться, насколько важную роль в ее жизни сыграла встреча с Константином Сергеевичем Станиславским. В течение нескольких лет он преподавал актерское мастерство в музыкальной студии Большого театра, ни на минуту не забывая о главной своей цели — расширять сознание учеников, пробуждая в них духовность. Прямое свидетельство тому книга «Беседы Станиславского» студии Большого театра в 1918-1922 годах. Записаны заслуженной артисткой РСФСР Антаровой. Конечно, когда молодая ученица гениального режиссера от разу к разу кропотливо и благоговейно вела стенографическую запись занятий, подготовив потом на их основе книгу, впервые увидевшую свет в 1939 году и выдержавшую несколько изданий, у Антаровой не было еще никаких артистических званий, но она обладала истинной культурой духа, сердце имела, чистое и вдохновенное, благодаря чему только и могла стать учеником в подлинном смысле слова. Главные действующие лица романа «Две жизни» — великие души, завершившие свою духовную эволюцию на земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении, пришли к Антаровой, когда бушевала Вторая мировая война, и этот контакт продолжался многие годы. Антарова умерла в 1959 году, затем рукопись хранилась у Елены Федоровны Тер-Арутюновой, Москва, считающей ее своей духовной наставницей. Хранительница рукописи никогда не теряла надежды увидеть роман опубликованным, а до той поры знакомила с ним всех, кого находила возможным. И потому можно сказать, что этим романом зачитывалось уже не одно поколение читателей. Мы сердечно благодарим Тер-Арутюнову, которая предоставила рукопись романа в распоряжении Латвийского общества Рериха, за доброе напутствие книги, начинающей свою новую жизнь. Глава первая У моего брата События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности. Уже больше двух десятков лет зовут меня дедушкой, но я совсем не ощущаю себя старым. Мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде. Было мне лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город, погостить к брату, капитану эмского полка. Жара, ясное синее небо, да то ли мною невиданное, широкие улицы с тенистыми аллеями, из высочайших развесистых деревьев посередине, поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар, пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки и белое или темное покрывало, подобно плащу, скрадывающие формы тела. Улица, на которой жил брат, была не из главных. От базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом. Жил в нем один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу, туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню, и которая носила громкое название «зала». Брат мой был человеком очень образованным, стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами, библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке, и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радости в новой для меня уединенной жизни. Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям. Временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках. В толпе снующей, говорливой, пестро-одетой в разноцветные халаты я словно бы оказался в Багдаде, и все воображал, что где-то совсем рядом проходит Аладдин с волшебной своей лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун аль-Рашид. И восточные люди с их величавым спокойствием или же, наоборот, повышенной экзальтированностью казались мне загадочными и манящими. Однажды, бродя рассеянной от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его синие, почти фиолетовые, глаза также пристально разглядывали меня. Высокий брюнет и юноша, оба, были в белых чулмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего, многие из прохожих подобострастно им кланялись. Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все стоял, как завороженный, не в силах поведить впечатления от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны, оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все, я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах. — Кто бы это мог быть, — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить у хозяина. — Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас? — Люди? — Люди много ходила сегодня, мой лавка, — хитро улыбаясь сказал он. — Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный, люди. — Да-да, — поспешил я согласиться. Я видел высокого брюнета и с ним красавца-юнош. — Кто они такие? — Они наши большой, богатые помещики. — Виноградники, оу-яй, виноградник, большой торговля ведет с Англия. — Ну как же его зовут? — продолжал я. — Ой-я, — засмеялся хозяин. — Все горишь, знакомиться хочешь. Он — Мохаммед Али, а молодой — Махмуд Али. — Вот как? — Оба Магометы? — Нет-нет, Мохаммед только дядя, а племянник Махмуд. — Они здесь живут, — продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках, и соображая, что бы такое купить, чтобы только выиграть время и выведать еще что-нибудь о поразивших меня незнакомцах. — Что смотришь? — Халат хочешь? — подметив мой порезший взгляд, спросил хозяин. — Да-да, — обрадовался я предлогу. — Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату. — А кто твой брат? — Какой ему вкус? — Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в кителе или пижаме, пока еще не видел его. — Мой брат-капитан Т., — сказал я. — Капитан Т., — скричал с восточным азартом купец, — я его хорошо знаю, ему уже есть семь халатов, на что ему еще? Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал, он их сиро сдает. — Да вот как, наверное, друзьям в Петербурге посылал, хороший халаты покупал, но вот смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать, а я халат. И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами. — Такой мне не подойдет, — сказал я. Купец весело рассмеялся. — Конечно, не подойдет. Это женская халат, я тебе дам вот синий. И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват, но тон его теплый и мягкий, мог понравиться брату. — Не бойся, бери, я всех знаю. Твой брат — приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его, приятелю плохо. Твой брат — хороший человек. Сам Али Мохаммед его почитает. — Да кто же он, этот Али? — Я же сказал, большая, важная купец. Персия торгует, и Россия тоже, — ответил хозяин. — Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый, — возразил я. — А я ученый. Ученый он есть такой, что и у твоя братцы книги знают. Твоя брат тоже большой ученый. — А где живет Али, вы не знаете? Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал. — Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом, напротив твой брат дом. — Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, — сказал я. — Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд, будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, о я! Сестра звезда с неба. Косы до пола, а глаза... Ух! Купец развел руками и даже захлебнулся. — Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывало нельзя снимать перед мужчинами. — Улица нельзя, у нас и в дом нельзя, а у Али Махмуд все женщины дома ходят открыто. Мола много раз говорил, да, перестал. Али сказал, уеду. Ну, Мола и молчит пока. Я простился с купцом, взял покупку и пошел домой. Шел я долго, где-то свернул, не в ту сторону, и с большим трудом отыскал, наконец, свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки. Я не мог решить, какие же у нее глаза, черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата. Я шел, глядя под ноги, и внезапно услыхал. — Левушка, да где ж ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать. Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь, и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом гладко выбритом лице блестели белые зубы, а еще яркие и красиво очерченные губы, золотые бьющиеся волосы, темные брови. Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда, а сейчас точно маленький ни с того ни с сего. Бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат. — Это тебе халат. А твой Али причиной, что я совсем оторопел и заблудился, — сказал я со смехом. — Какой халат? Какой Али? — с удивлением спросил брат. — Халат, номер восемь, который я тебе купил в подарок, а Али номер один, твой друг, — ответил я, все продолжая смеяться. — Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе, улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, — сказал брат. — Ну, пойдем домой, не бег же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком из-за края занавески на нас не смотрит любопытный девичий глаз. Мы двинулись было домой, но внезапно чуткое ухо брата различало вдали цоконья конских копыт. — Подожди, — сказал он. — Едут. Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца, из торговых рядов жил Али Мохаммед. — Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, — сказал мне брат, — только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги. Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще два-три человек. Теперь уже и я развечал топот нескольких лошадей и шум колес на мягкой немощенной дороге. Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. А, глядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании. Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей, все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Сред за ними в какой-то старой бричке ехал старик с двумя элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду. — Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, — шепнул мне брат. — Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным баранным конем, и в ней сидели две женщины с закрытыми черной сеткой лицами. Из ворот дома вышел Али Мохаммед в белом, и за ним в такой же длинной белой одежде Али Махмуд. Глаза Али Старшего, почудилась мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило. Я прикоснулся к брату, желая сказать «мы открыты», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж. Еще через мгновение Али Старший подошел к экипажу, и маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота. Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али Старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало, но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и к великому негодованию старухи на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребенка, понес ее в дом. Между тем Али молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху. Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись, а мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия. Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово, его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму, не были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию. Я не мог опомниться, все смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека. — Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? Вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос. Я вздрогнул, от неожиданности не понял даже вопроса и увидел перед собой высоченную фигуру Али старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение, даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала теплая струя энергии. Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммада, и я посмотрел на его руки. Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту стоит Али Мохаммаду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, и увидишь воина, разящего насмерть. Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку, я точно стоя заснул. — Ну, пойдем же домой, Левушка, отчего ты не благодаришь Али Мохаммада за приглашение? — услышал я голос брата. Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающимся мне, высокому и стройному Али. Брат взял меня под руку, и я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил. Привычка с детства, привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату, отцу, как-то вдруг выскочило из глубины моего сердца. И я сказал жалобным тоном, как мне хочется спать, как я устал, точно прошел верст двадцать. Очень хорошо, сейчас пообедаем, и можешь лечь часа на два, а потом пойдем в гости к Али Мохаммаду. Он здесь почти единственный, ведет европейский образ жизни, дом его прекрасный и с большим вкусом обставлен, очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованы и ходят дома без паранжи, это целая революция для здешних мест. Много уж раз ему угрожали муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев всяческими гонениями, но он все так же ведет свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция, и я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход, а в здешних диких краях эта вещь страшная. Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать. Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость. Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту. Восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко восточная хитрость торжествовала над их проницательностью. Восточный торговец зачастую расплачивался за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика. Такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии. Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству. Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить, подаренный ему халат. Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон, как нельзя больше шелк его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль. А мне никогда красавцем не бывать. — Как удачно ты это купил, — сказал брат. — Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал. Этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в туалетную, как важно зовет Динчик гардеробную, и выберем для себя халат. — Как? — скричал я с удивлением. — Разве мы пойдем туда ряжеными? — Ну, зачем же ряжеными? Мы просто оденемся. Так, как будут одеты все. Чтобы не бросаться в глаза, сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же дразнить их европейским платьем. Однако, когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления. Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с сицевого и кончая шелковым. Кто богаче, носят три-четыре шелковых, кто беден, только сицевые, но непременно надевают сразу несколько, друг на друга. — Мой бог, — сказал я, — да ведь в этакую жарищу, напарив несколько халатов, можно почувствовать себя в жарлю везуя. Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот, попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, — сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шелковых халата. Очень уж истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем, но по четыре халата наденем. Я очень тебя прошу, надень и походи, попривыкни, а то, пожалуй, вечером по своей рассеянности ты действительно будешь казаться ряженым и сконфузишь нас обоих, — продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках. Не особенно горя желанием облачиться в восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты. — Ну, они узки, какие же это халаты! Это нелепые перчатки, — закричал я, начиная раздражаться. — Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, — сказал спокойно брат, и легкими гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты. — Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зеленый халат, он пошире, его тоже надо застегнуть, в нем есть и карманы, а сверху надень еще этот широкий серый с красными разводами, и опять очень ловко он помог мне одеться. — Да и обувь еще, — сказал он, — у Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей, иначе придется идти в одних чулках, ни в мечеть, ни в дом, не входят в уличные обуви. — Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар. — Пройдем в спальню, там выберем тебе челму. — Как челму? На кого ж я буду похож? Я и так-то красой не блещу. — Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, — взмолился я, брат рассохотался. — Да ведь покорять сердце, прелестная племянница Али, ты не собираешься, а из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего ж тебя огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, — прибавил он, подумав, — если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты сможешь сойти за важного купца. — Еще того чище, — воскликнул я, — да это, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим любителем актеров. Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой челмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан. В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Брат подошел к двери, и я услышал его приятно удивленное восклицание. — Это вы, Махмуд? — Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой. А я принес белую челму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день ее совершеннолетия, и он подал мне сверток и футляр. — А это вам, от Наль. И он подал брату два свертка. Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой, а левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Бе, очень важный человек, — говорил мне Али молодой. Он улыбался. Алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а фиолетовые его глаза пристально, не по летам серьезно, смотрели на меня. Кивнув нам головой и приложив по восточному обычаю руку колбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошел. Я развернул свой сверток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство мое было так возбуждено, что даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления. Прекрасной работой брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз. Брат поднял оброненную мною материю и, рассматривая булавку вместе со мной, сказал, Али старший посылает тебе от имени племянницы белую челму, эмблему силы и красный рубин, эмблему любви, этим он причисляет тебя к своим друзьям. А что же тебе посылает он, полюбопытствовал я. Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаги. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая в карман. Во втором свертке была такая же челма, как моя, только в самом ее начале синим шелком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину челмы, а она была чрезвычайно широка, какая это фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу, мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. — Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает? — Не колышки, — думал я. Наконец брат свернул осторожно свою челму, спрятал ее в ящик-бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зеленым свет. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе. — Вот так совершеннолетие, Наль! — почти закричал я. — Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж, наверное, половину своего виноградника, который так расхваливал меня купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. — Незачем мужчинам эти брошки? Это чудесное украшение для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты. Этими булавками мы заколем наши челмы над самым лбом. Огромная честь получить такую булавку в подарок, и ее далеко не всем оказывают на востоке, — ответил брат. — Али живет здесь лет десять, сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме. Время быстро летело, сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь. — Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать. С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и я еще раз обмер от удивления. — Ну и ну, — сказал я, — почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях? Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков. Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, — усмехаясь ответил брат. Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей мое горевшее от непривычного солнца лицо. Коричневым карандашом он провел под моими глазами два-три легких штриха, какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым темным бровям, смазал каким-то кремом губы и сказал, — а теперь чуть-чуть подровняю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под чулмы, садись сюда. И с этими словами он усадил меня на табурет. Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку. Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета. Нет, нет, сиди, Левушка, я сейчас обобью твою голову чулмой. Я остался сидеть. Брат развернул чулму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал. Беспощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову. Голова готова. Теперь ноги. — Надевай эти длинные чулки и туфли, — сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли. Я все это надел и встал на ноги, но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку. — Теперь ты именно тот, немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить. Засмеялся брат. Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко. Жидкость, которой было смазано мое лицо, вначале такая приятная, сейчас отвратительно стягивала кожу. Ноге было неудобно, и вдобавок ко всему я еще, оказывается, немой и глухой. Со свойственным мне нетерпением я хотел раскричаться, не заявить, что никуда не пойду, и уже приготовился сорвать бороду и челму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего. Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Челма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом. На нем был надет почти черный, так густ был синий цвет, халат, а под ним сверкал другой, яркий малиновый, плотно прилегавший к телу. На голове белая челма и большая бриллиантовая брошь, не изображавшая павлина с распущенным хвостом. Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее, и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты и на этот раз не сонной линии, а какой-то радости. Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал, — Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы не захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рано будет кровоточить. Увлекшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что в подаренном мною сегодня фиолетовом халате именно брат и стоит возле Али. Я видел стройного, восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой челне которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат, но рядом с высоченно Мали он казался среднего роста. — Посмотри на себя в зеркало, Левушка, я уверен, что себя ты не узнаешь еще определеннее, — со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение. Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая, в своей неудобной левой туфле. — Вы отличный артист, — едва улыбнувшись, — сказал Али, но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался. Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть что не черного, хромающего старика. Я обернулся и вдруг услышал такой взрыв веселого раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще усилился, между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный — я. Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой черный, как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил, — это Левушка-жидкость сделала свое дело, но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость, смоет всю черноту с твоего лица. А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер мы хромы, немы и глухи, — сказал смеясь Али. С этими словами он поправил на мне челуму, нахлобучив ее, так что теперь уж я и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу. Глава вторая Говорить совсем не хотелось, я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я все равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую, незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертое, завернулись за угол и через железную калитку, которую я открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат. По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже рядом, и подошли к освященному дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зал. Подле каждого столика стояло еще по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе, при желании, можно было усеться по-восточному, поджав под себя ноги. Весь дом освящался электричеством, о котором тогда едва знали, и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей довольно мощной сети своих друзей. Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством. Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывал. Не виданный мною прежде затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же темные косы, лежавшие на плечах и спускавшиеся почти до полу, улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али. Я хотел сдвинуть челму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне, вы глухи и немы, погладьте бороду. Я злился, но старался ничем не выгазать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания, но не требовалось быть тонким физиономистом, чтобы понять, как занято ее внимание моим братом. Теперь мы стояли на большой, со всех сторон обвитой, незнакомой мне светущей зеленью террасе. Яркая люстра светила, как днем, так что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден. Девушка среднего роста, тоненькая, гибкая, крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала, но мне казалось, что она старается таким образом скрыть свое замешательство. Ее глаза громадные, миндалевидные зеленые глаза не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не ввязались ни эти глаза, ни их выражения. Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я все смотрел, не отрываясь на лицо Наль, и не один я смотрел на это лицо, меняющее свое выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трех мужчин были устремлены на нее. И какое разное было их выражение. Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за нее без колебаний он готов каждую минуту. Оба были очень похожи, тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али — жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нем тигра, что мысль его может быть едкой, слово и рука — ранящими. А в лице Наль все было так мягко и гармонично, все дышало добротой и чистотой, и, казалось, жизнь простого серого дня с его унынием и скорбями не для нее. Она не может сказать горького слова, не может причинить боль, может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив ее встретить. Дядя смотрел на нее своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я, никак не мог в нем предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне все чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки. Последним я стал наблюдать брата. Он тоже пристально смотрел на Наль, брови его снова, как под деревом, были слиты в одну прямую линию, глаза от расширенных зрачков стали совсем темными, весь он держался прямо, казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука, огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить непроизвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению. Точно панцирь укрывала его, и я почти физически ощущал железное кольцо этой воли. Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в ее представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг нее сидят мужчины. Она, точный ребенок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, которое она посылала брату, но это было опять-таки обожание ребенка, которым чистая любовь лишена малейших женских чувств. Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделенных предрассудками воспитания, религии, обычаев. Али-старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас глазах, я увидел мудрость старца. Точно он хотел мне сказать, видишь, друг, как прекрасна жизнь, как легко должны бы жить люди, любя друг друга, и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле, разрывая скорбью, мукой и даже смертью в жизни любящих людей. В моем сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль, я увидел, как безнадежна была бы их борьба за любовь, и оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшемуся в рамках почтительного рыцарского воспитания. В своем разговоре с Наль вначале такая детски веселая девушка становилась заметно грустней, и ее глаза все чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением. Али-старший взял ее ручку в свою длинную, тонкую, и что-то спросил, чего и расслышать не смог, но из жеста девушки, каким она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал, и девушка вся пунцовая, сияя своими огромными зелеными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула ее моему брату. — Возьми, — сказал Али, — так четко, что я все расслышал. В день совершеннолетия женщина нашей страны дает цветок самому близкому и дорогому другу. Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку. Али-молодой скочил, как тигр, со своего места из глаз его, буквально посыпались искры, казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его. Али-старший только взглянул на него и провел указательным пальцем сверху вниз. И Али-молодой сел со вздохом на прежнее место, словно в конец обессилив. Девушка побледнела, брови ее сморщились, и все лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Ее глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата. Али-Мухаммад снова взял ее руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал. Сегодня тебе шестнадцать лет, по восточным понятиям ты уже старушка, по европейским ты дитя, по моим же понятиям ты уже человек и должна вступить в жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тетка. Ты хорошо образована, ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в мое поместье. Там доктором ты будешь служить человечеству лучше, чем выйдя замуж за здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т, не откажет нам своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я четко слышал каждое слово «али». На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которое я совсем не помнил. Старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом тонкой изящной работы. Ни мгновения не раздумывая, брат снял свое кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла свисевший у пояса цепочки перстень змею, в открытой пасти которой покоился мутный бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата. Не успел я подумать, какой безобразный, такой же урод, как и держащая его в пасте толстая змея, как вдруг едва не вскрикнул от изумления. Камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Никогда ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших, как луч солнца, преломленный в хрустальной пирамиде. У Али молодого вырвался стон, почти крик, и снова взгляд дяди заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь. — Это камень жизни, — сказал Али старший. Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном рассвете сил, и сердце твое чисто, вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдет за него. Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня. Сидело привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми ничего не видящими глазами. Я подумал, что он вобмер и только держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу. — Сегодня, — продолжал Али Мохаммед, — должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, Майаналь, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Те отведет тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али же пойдет с тобой. Там ты найдешь европейское платье для себя и слуг. Переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Те вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернется сюда. — Доверься чести и любви капитана. Он отвезет тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чем не беспокойся, храни только верность единственному закону, закону мира. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, но я приеду. — Повинуйся во всем капитану Те и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет, значит так будет необходимо, но он оставит тебя под охраной верных друзей, если бы случилась такая необходимость. А теперь выйдем в сад все вместе. Мы вышли в сад. Али, молодой, подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки. Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и еще две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али старший что-то шепнул племяннику, и тот согласно кивнул головой. В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась еще гуще. Так прошло четверть часа. Мне померечилось, что я снова увидел Наль в том же розовом халате с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял ее за плечи, но среди острых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясный отчет ни в чем и подумал, что мне просто привиделась та красота, которой точно врезалась в мое сознание. Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, еще три раза мигнул и палился ровно. — Настал час съезда, — четко сказал Али Мохаммед, и я опять его понимал. Не забудьте, вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немы. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только муле едва кивнете, не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль, она будет укутана в драгоценное покрывало. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль с женихом. К вам подойдет мой друг и проведет вас к задней калитке сада, там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдете другой дорогой к себе домой. Дома вы найдете письмо брата, вы снимете свою одежду, спрячете все, как вам будет сказано в письме. Придется вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы Денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты. С этими словами Али оставил меня и пошел навстречу группе гостей. Им открыли калитку возле ворот, которые я раньше не заметил. Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над пестрой группой гостей, некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше, другие задерживались подле, и он жал им по европейские руки. Гости все подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и напряженное ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно, веселые рассказы, все создавало приподнятое настроение. Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком, а остальные все поглядывали на мулу, как музыканты на дирижера. Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не загримированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду на котором, я так важно, поглаживал. Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал. В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату, стоял Али Мухаммед, с еще не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде, и такой же челмен. Золотистая борода, огромные темно-зеленые прекрасные глаза, слегка загорелое лицо, очень стройный, человек этот был молод, лет двадцати восьми-тридцати, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его себе в одеждах Лоэн Грина. Хозяин приветствовал входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая все тот же порядок, и держась отдельными кучками. Прибывшие оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины. Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в сад, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он пригласил меня следовать за собой и повел к столу, находившемуся неподалеку от стола хозяина. За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных челмах и пестрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а сверхевропейских костюмов имели только по одному шелковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место. Только когда все гости расселись, заняли свои места Али и высокий красавец. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящееся блюдо. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю. Но не все гости накладывали жирный дымящийся плов в пиалы и ели его ложками. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо и ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде невиденная мною толпа представляла зрелище красок и нравов чрезвычайно интересное. На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой. Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаем очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронеслись удивленные восклицания. Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьезно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворенно кивали головой. Но в это мгновение внесли новое ароматное блюдо, и всеобщее внимание отвлеклось от меня. Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которая веяла от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклор. Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, принялись кушать с аппетитом свой плов, слава богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там по виду был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного. Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как бы зная заранее, что я буду разочарован. В его руках была точно такая же пиала, как моя, он ее приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и проглотил небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшим красное вино. И в тот же миг улетучилось все желание более основательной пищи. Чудесный вкус, аромат вроде ананаса и сок, бодрящий, прохлаждающий, я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим, а между тем наблюдать было что. Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шелковых рубашках и широких черных поясах, заменявших жилеты. Влияние жары и на других, более европеизированных гостей также ощущалось. Правоверные же, обливаясь потом, стирая его рукавами сласнящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Жара и тяжелое яство доводили гостей до изнеможения, позы становились вольнее, голоса громче, затевали споры, очень напоминающие ссору. Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать в себя челму. Я был бодр и ощущал свежесть во всем теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас верст десять, словно бы не было вовсе утомления и волнения дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми. Полное спокойствие и самообладание, уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, который я еще ни разу не испытывал, появилась во мне и удивила. Я вспомнил брата Наль и Али молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за тех двоих. Но Али молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура в розовом халате Наль, которую я заметил в темноте сада. Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился со взглядом хозяина, и я точно прочел в нем. Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома. Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, и снова я вернулся к полному самообладанию. Между тем блюда сменились много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сластей, мои соседи ели сравнительно мало, зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем. Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он пудал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зерна риса в меду. Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошел. Я хотел отдать ему поклон, но не мог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости я расхохотался бы во все горло, если бы не стягивала так сильно щеки борода. Я развернул записку, там было написано по-английски «Сначала съешьте то, что я вам сейчас принес. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья, вам непривычно наши пряные блюда, от них ноги, как от некоторых сортов вин, вам не повинуются. Но через некоторое время после новой пищи все будет в порядке, не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подымется шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдем в сад». Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей, но стать вновь хозяином своих ног я очень желал, а потому кторопился съесть содержимое чаши. Было очень похоже на маленькие катышки сладкой каши в соусе из меда, вина, ванили и еще каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они сведели, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей. Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат. Ура! Ноги мои тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Коль где за столиками шли ожесточенные споры, гости размахивали руками и со свойственной востоку экспрессией выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале все усиливался, и тут я вспомнил, что мне пора вставать и двигаться к столу «Али». Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль Хромова я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой челмы и склеивающей движения губ неуглюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и Хромова. Взглянув на «Али», я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся навстречу. С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив мое затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня, а мальчик, подскочив свистом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их что-то, лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивленно смотрю на него и не беру сверток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку. — Возьмите, — услышал я над собой голос, — таков обычай, возьмите скорее, чтобы никому не пришло в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день. Я едва шел, неудобный башмак так сжал мне ног, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад. Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет, в зале раздался рев, не то радости, не то озорства и негодования, возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то легкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребенка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку. Мы очутились на пустынной улице, глаза попривыкли к темноте, из сада несся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины, небо сияло звездами. Мой спутник опустил меня на землю, снял неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и челму, и, пристально глядя мне в глаза, сказал, не теряйте времени, жизнь вашего брата, Наль и ваша, зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните все, как указано в письме, что лежит на подушке вашего дивана, все будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немы, но помните, всю жизнь, как вы, играли роль старика на восточном пире, будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни услышали, ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор. Сказав мне все это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме. Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. — Значит, горит и у нас, — подумал я, — обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошел туда и поразился беспорядку, царившему там при щепетильной аккуратности брат. Очевидно, здесь несколько человек переодевались, но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Притворив плотно дверь, я запер ее на ключ, задернул на ней тяжелую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель. Прежде всего, думал я, надо прочесть письмо. Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задернуты, я прошел в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа, окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня. Я бросил палку, снял верхний халат, подошел к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано «Завещание». Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал, и оттуда вынул два письма и записку. Одно из них было длиннее и носило ту же надпись, сделанную рукой брата «Лёвушке». На другом, незнакомом мне круглым, полудетским, женским почерком было написано «Другу Л.Н.Т». Я прежде всего развернул записку. Она была короткая, и я жадно ее прочел. «Лёвушка», — писал мне брат, — «некогда, из большого письма ты узнаешь все. Теперь же немедли, сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе, все костюмы, что брошены в комнате, а также все с себя спрячь в тот шкаф гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в девятом цветке обоев, считая от пола совсем незаметную кнопку. Сверху опустится, обитая теми же обоями, легкая стенка и закроет шкаф, но осмотри внимательно все, не забудь чего-либо из одежды». Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы челму и сдернул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой, но, поглядев на сверток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю, и челму. Очевидно, мой спутник дал мне все это в руки, и я машинально держался вместе, а, войдя в комнату, бросил на стол. Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды, но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость, сняла всю черноту с лица. Борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил еще один халат, оставшуюся туфлю и челки, надел легкие ночные туфли и пошел убирать комнату брата. В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке все же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел, остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы. Оставалось все унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика, заставил меня улыбнуться. Мои легкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец я убрал всю обувь, оставались челмы. Я узнал челму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать футляр, но решил выполнить дословно приказ записки. Взял все челмы, подобрал и футляры и отнес все в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, челму, сверток с чашами и несносную туфлю. И все это бросил тоже в шкаф. Я еще раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашел футляр от своей булавки для челмы и снова снес в шкаф. Еще и еще раз я осматривал внимательно все закоулки в комнате брата и, наконец, решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в девятом цветке обоев. Девятых цветков, считая, снизу было много, и, наконец, на одном из них, а нет ни самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно, мне уже стал терять терпение и называть себя ослом, как легкий шелест заставил меня поднять глаза, я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка и через несколько минут, все ускоряясь движением, мягко напустилась на пол. Волшебство! Да и только! Подумалось мне, и действительно, если бы я собственными руками не убрал все в шкаф, то не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид. Но раздумывать было некогда, все виденное пережитое мной за день. И я потушил свет в гардеробной, в которой не было вовсе окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу болелось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Все это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжег. Теперь я мог успокоиться. Потушил свет и перешел в свою залу. Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел еще раз записку, убедился, что все по ней выполнил и сжег ее на спички. Мне послушался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова все смолкло. Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался, и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать. Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже старик, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась. Пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая все стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далекую незабвенную ночь. Вот оно, это письмо. Левушка, письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом, и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность. Брату-отцу, как ты любил называть меня, в исключительные моменты жизни. Теперь я обращаюсь к тебе, как к брату-сыну. Собери все свое мужество и выкажи честь и бесстрашие, которое я старался в тебе воспитать. Моя жизнь раскололась надвое. Я, христианин, офицер русской армии, полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которой может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска. Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился? Все узнаешь. Если конец истории не будет печален. Вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное. То, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье. Дальше следовало, через несколько пустых строчек, более свежими чернилами и более нервным почерком продолжение. Ты уже знаешь Али Мохаммада и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на перу и быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда ее жених должен был по здешнему обычаю похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али старший и его друг, мы с Наль, может быть, уйдем от грозы и ужаса фанатического преследования. Зайди к полковнику М и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д и привезем домой немало дичи, чтобы М взял с собой лишнее ружье и побольше дроби. Сходи утром, часов восемь, передай все точно и не опоздай. Дальше во всем доверься Али Мохаммаду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности, но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть, и спасением мне. И Наль. Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат, Н. Я взглянул на часы. Было уже почти четыре часа утра. Снова мне послушался шум на улице. Хлопанье точно пастушских бичей показалось даже, будто ворота стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой. Потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег. Завопили какие-то голоса. Раздалось снова несколько выстрелов. Начинались какие-то песни и сейчас же обрывались. Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал. Хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не наблечь подозрений на дом-брат. Сна не было ни в одном глазу. Усталости. Так же. Я зажег снова лампу, перечитал еще раз письмо брат. Поцеловал его и взялся за другое. Друг и брат. Начиналось оно. Я только маленькая женщина. Ты меня не знаешь. И вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность. Брат Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом мулы, я уверен, что мой дядя будет тебе всегда благодарен и, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе. Что я могу еще сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты брат, брат-сын того, кого я люблю, да будет же тебе моя любовь любовью, сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва, я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй. И пусть всегда останется в твоем сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящий его и тебя, наль. Снова послышался на улице шум. Казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел, проехала грохоча еще одна тяжелая телега и снова все смолкло. Неочеркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло, но я все же не решился открыть окна. Я зажег лампу в комнате брата, взял конверты и письма, еще раз их перечел, бросил в камин и поджег. Как странно горели письма. Вдруг вспыхнув, почти погасли. Отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова «брат-отец». Еще раз все вспыхнуло, превратилось в красное лохмотье и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности. Долго ли я сидел перед камином, не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчет во всем происходившем. А эта ночь какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я еще в жизни не испытывал. — Брат-отец, — все мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слезы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил все, что имел лучшего в жизни, что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моем не было страха. Отдать жизнь за брат оказалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его, в чем может выразиться моя такого неумелого и неопытного помощь ему? Этого я себе не представлял. Время шло. Я все сидел без мыслей, без решений, с одной болью в сердце и не мог унять льющихся слез. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы. Было без четверти семь. — Пора, — подумал я. У меня оставалось времени только, чтобы одеться и идти к полковнику с поручением брата. Я перешел в свою комнату, отдернул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице все было тихо. Я прошел в умывальную комнату. По дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером. Уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника М. Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, и боденщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне, что сбегает сам полковнику, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко, день был праздничный, и, проходя мимо базара, я шел среди оживленной густой толпы. Я старался ни о чем не думать, кроме ближайшей задачи, оповестить М. И даже страсть к наблюдениям заснула во мне. — Здравствуйте! — вдруг услышал я за собой. — Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал, очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить. Передо мной весело улыбаясь стоял полковник М. — Да, я к вам спешу, — обрадовался я. Брат просил передать, что он не дождался вас, и с подвернувшейся оказией уехал вперед на охоту. И я подробно передал все порученное мне в записке насчет встречи, ружья и дроби. — Вот хорошо-то! — весело воскликнул полковник. А ко мне приехал племянник, страстный охотник, и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выйду не сегодня, а завтра, на рассвете. Разговаривая, мы пересекли базарную площадь. В конце ее, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько желтых халатов и остроконечных шапок с листьями хвостами монашеского ордена Дервишей. — Да, должно быть здорово, обызвенные эти желтые на Али Мохаммеда, — сказал полковник. — Почему? — спросил я. — Что им сделал Али Мохаммед? — Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти желтые Дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали? — продолжал спрашивать полковник. Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал, что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас, а брат мой уехал вчера вечером. На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы, что эта часть обряда заранее обусловленная, что едет жених похищать невесту, с толпой своих товарищей, с пальбой из ружей и прочей инсценировкой дерзкого похищения, а на самом деле невесту они находят в определенном месте, выведенную старухами, хватают ее и мчат во весь опор в дом жениха, на хороших конях стреляя в воздух. Мне вспомнились выстрелы и шум телек ночью, и я недоумевал, чем же это разрешилось? Кого же увезли вместо Наль? Видя, что я молчу, полковник счел, что его рассказ меня не занимает. Конечно, вам, столичному человеку, неинтересны наши дела, но, живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, по неволе сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого чудесного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа. Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которую я никогда раньше не видел. — Да, так вот я и говорю, что они подстроили, вот эти, — кивнул он головой на желтые халаты монахов, — самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали ее куда-то, а его обвиняют, что он устроил побег с помощью какого-то важного хромого старика-купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью Спира жених и его друзья похитили, Наль, а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфелек невесты, а самой невестой и след простыл. А скандаленный жених примчался к Али, весь дом спал уже глубоким сном, еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тетка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму, но, разумеется, они девушку упрятали надежное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход — это благовидный предлог для убийства неугодных почему-либо и сведения личных счетов. Я молча шел рядом с полковником, погруженный в невеселые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто куда подевался хромой старик Спира? Глава третья Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел Денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада. Мне все оказалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни, и торговца и молча прошел в сад. Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр, и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать. — Налей-ка чаю, — сказал я ему. — Дыни-то, кажется, купил хорошие. — Так точно, — ответил он. — Изволили слыхать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили, драка была и стрельба. — Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слыхал, — возразил я ему. — Так точно, я не слыхал сам. Вот торговец мне сказал, да все спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома. Я сказал, на охоту уехавший еще с вечера. И он все допытывал. Когда, мол, уехал, да куда? Я сказал, часов пять уехал, как всегда, к Ибрагиму. В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер, калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя. Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, стревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я решил сопребегнуть к стуку, — сказал он на довольно чистом русском языке. При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие, миндалевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза — все при сияющем солнце было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной вместе с тем молодой, мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил, — мое утро давно уже миновало, мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал, но, если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг. Вот как воскликнул я, до сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье. Я и есть итальянец, и родина моя Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы — смуглые брюнеты. Венеции женщины даже полагали неприличным иметь черные волосы и красили их золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, — говорил он, смеясь. Но мои волосы неподдельные, мне не приходится волноваться. — Да, — сказал я, — вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами нормального человека, который сразу кажется малышом, — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. — Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммада я не в силах смотреть, они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе словно магнит. Я хотел бы век быть подли вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, — вырвалось у меня восторженно, по-детски. Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки. Только сейчас я увидел, вернее, сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета, из материи вроде чесучи. Должна быть, моя физиономия отразила мое изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо, — и вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде, ведь и вы сами были в челме со змеей, хромы, глухи и немы, разве я не мог так же, как и вы, переодеться для пира? Я расхохотался, хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но, видев его однажды в челме и одежде восток, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец. Точно угадывая мои мысли, он снова сказал, — уверяю вас, что я флорентиец, хотя и очень-очень долго жил на востоке. Я снова расхохотался. Желание гостя подурачить меня было так явно. Это цветущая красота. Ему не могло быть больше двадцати шести семи лет. — Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живете на востоке, — сказал я, — ведь вы немногим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне бы казались гораздо старше, а европейские костюмы-прическа выдали вас с головой. — Да, — многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором, — ваш европейский костюм и прическа тоже. Окончательно выдали вашу молодость. Я закатился таким смехом, что даже пес залаял, а гость мой, кончив есть дыню, обнул руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату. Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал, — это нехорошо. Отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки, несписанные бумаги. Я взял со стола старую газету, подсунул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджег. — Я вижу, вы все тщательно убрали, — продолжал он, осматриваясь по сторонам. — Кстати, откололи ли вы броши с челны своей и брата? — Нет, — сказал я. — В письме брату ничего не было сказано об этом. Я их вместе с челнами и запер в шкафу, вернее, похоронил, так как теперь... Тут вошел Денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода, мы прошли с гостем в гардеробную, брат. — Вы и дверь не закрыли на ключ, — сказал он мне, — а если бы ваш Денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную? Он покачал головой, а я еще раз понял, насколько же я рассеянный. Я зажег свет. Гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании. Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался легкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель, движение стенки все ускорялось, и, наконец, она вся ушла в потолок. Я отпер дверцы шкафа и достал челмы, непочтительно валявшиеся, на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман. — А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? — спросил он меня. — Нет, — отвечал я, — я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано. — Давайте-ка посмотрим, нет пиитом чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату, или вам впоследствии. Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли в вихрем носились в моей голове. Почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться впоследствии? — Разве брат мой не вернется сюда, и что же будет со мною, если он не вернется? Все эти вопросы точно горели в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить. Мне было чудно, что человек, вместе со мной, роющийся в ящиках, мне совершенно чужой, а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту. Из ящика в гости вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашел плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными каменьями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке. «Ваш брат позабыл в терапях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которая очень дорожит. Возьмите ее, и если жизнь будет милостива ко всем нам, когда-нибудь вы передадите ее брату», — проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком. При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих и такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг. Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придется пережить, сколько несчастий свалится на мою бедную голову, и каким созревшим и закаленным человеком стану я через три года, пока не увижу брата, и в жизни его и моей действительно все наладится. Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ. Захватив еще кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли все в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа, и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад. Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас не встретил, как своего петербургского друга, и тоже сообщил о нем денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он ехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чем. Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише подле него. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернемся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее «Так точно». Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком. Чуть ли не целые сутки так много пережил интимного с ним и подле него, и даже не знаю, как его зовут. «Послушайте, друг», — сказал я, — «вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга, а я не знаю даже, как мне самому вас звать, не то что называть кому-то». Он улыбнулся, взял меня под руку, но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо. Так я казался мал рядом с ним и тихо сказал мне по-английски, — «Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд, а так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую». Он ставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, и я прыснул со смеху. До того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное умное лицо вдруг поглупело. «Ну вот видите, как весело», — процедил он сквозь зубы, «я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы». Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брат. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту, я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. Обращенный к нему вопрос и мямлил сквозь зубы по-английски, «не понимаю», — несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут, и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину. Мы простились, я еще сдерживал душивший меня смех, но когда услыхал пущенную возмущенным тоном догонку «Ну и английская харя», я уже не смог сдержаться. Залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел, отчего мне было еще смешнее. У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке, две поджарые истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь, как на картинках модных журналов. Я поглядел удивленно на моего лорда, он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались. Довольно скоро мы выехали за город, я еще не видел окрестностей, по обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дынь и арбузов, непрерывно ехали нам на встречу на ослах люди всех возрастов челмах, нередко на одном осле устраивались сразу двое, встречались и женщины, укутанные в черные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие, подвое на одном осле. Все тонуло в пыли, все было залито солнцем и зноем, и, казалось, конца не будет, этому обильному плодородию, мимо которого мы катили. Так ехали мы около часа, наконец мы свернули налево и, проехав еще немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась, точно мы попали в другое царство. Все буйство природы, вся зелень остались позади, а впереди, сколько мог охватить глаз, тянулась пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал. — Мы скоро приедем, — сказал мне мой спутник по-русски. Я встрепенулся, посмотрел на него и обмер. Передо мной сидел в челме и белой одежде мой ночной покровитель. — Когда же вы успели переодеться? Почти в раздражении вскричал я. Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан в виде уже намотанной челмы. — Я оделся, как требует долг восточной вежливости, — сказал мой спутник. — Ведь если мы приедем в европейском платье, Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это — халат вашего брата. Мне не только был бы не сносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю, навсегда вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи. Не совсем мягко и вежливо ответил я. — Бедный мальчик, — сказал флорентиец, и ласково поглазил меня по плечу. Но видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся, вглядись в свое сердце, чей живет там портрет. Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну. Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез. Я точно захлебнулся своим горем. Я ведь решился быть помощником брату, подумал я. Зачем же? Я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад, и продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его. Я проглотил слезы, вынул цирбан, надел его на голову и облачился в пестрый халат поверх своего студенческого платья. Вдали был виден уже дом, сад, и начинался по обе стороны дороги виноградник. Грозди винограда зрели и наливались соком краснее и желтее на солнце. — Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, — сказал флорентиец. Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения. Я молча кивнул головой. Мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и вступил в новую полосу грозы и бед. Мы въехали в ворот. К дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился, и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой и легкой походкой вышел Али Мухаммед в белой челме в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола. Он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смоглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел издали, протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не двадцать, а десять лет. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами, мое сердце прильнуло к его сердцу. И я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом. Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал, «Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь, войди в него не как гость, а как сын, брат». И друг. С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул меня к Али молодому, стоявшему сзади. Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо, мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу. Но Али молодой, так же, как и его дядя, приветливо протянул. Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдешь душ, свежее белье и платье. Если пожелаешь, переоденься. Но прости, европейского платья у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше легкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своем, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться. С этими словами он повел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату окнами в сад, под которыми росло много цветов. Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, прибавил он. Он ушел. Я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился. Открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна теплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какое-то прохладительное питье. Я выпил его с залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне. Так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить. Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бармача закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащив оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем платье, но у слуги был такой радостный вид. Он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал, да-да, ты угадал. Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить, да-да, ты угадал. Речь его была так смешна. Тогда я мальчишески залился хохтом, а вдруг услышал звук гонга. — Батюшки! — закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать. — Да ведь я опоздаю. Но мой слуга понял все отлично. Он быстро подал мне короткие белого шелка трусы, длинную рубашку, белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь, и на мой ответ «войдите» появился Али молодой. — Ты уже готов, брат? — сказал он. — Я принес тебе челму. Подумал, что ведь твоя остриженная голова сгорит без нее. — Да я не сумею ее надеть, — ответил я. — Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан. И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голубу челмой. Мне было удобно и легко, на голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Мохаммедом обедать. Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал, — У нас нет строгого этикета, когда мы живем на даче. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, возьми в моем доме всю любовь и помощь, и помни обо мне как о преданном тебе навеки друге. Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, где, казалось, не было ни одной схватки страдания или беспокойства, но было развито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом. Рассмеялись и оба Али. Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную с превкусными гринками, отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питье, но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на перу флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Ставшие говорили тихо, на незнакомом мне языке, Али же молодой объяснял мне названия и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяде редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами. Хотя я и насыщал свой аппетит, все же заметил, что Али молодой ел мало и казалось только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но все же отведал все подававшиеся блюда. Но сколько я не смотрел на Али старшего, я ничего кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Его нетронутой безмятежной юности, как не бывало, он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что вся его психика словно сделала скачок в другой мир, и я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешел черту безмятежного детства, и занавес над ним опустился, начиналась другая жизнь. Все время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, и все вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все, и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою, встал. Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и мы двинулись в углубь сада. Мы с Али Старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги флорентийца и молодого Али, но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, ненарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание черно-листые клены и розовые магнолии. Дивные большие цветы бледно-розового цвета покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздирающие меня мысли, воскликнул. О, как прекрасно! Как дивно-прекрасна жизнь! Да, мой мальчик, тихо сказал Али, обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев — черные клены и розовые магнолии. И все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии вселенной. Вся жизнь — ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик, настала минута выявить и тебе твою честь, мужество, верность. Мы двинулись дальше, вдали сверкнуло озеро, мы еще раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера верила прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь, но слова алле подняли во мне бурю, мысли мои кипели, я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие. Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своем и русском языках и начаткам самым элементарным – физике, математике, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки, и не только мулами, но и царским правительством. С обеих сторон я славу революционерам, неблагонадежным человекам. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал и отдал себе точный отчет в своих дальнейших действиях и поступках. Я наперед тебя предупреждаю, на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своем выборе и поведении, и что бы ты ни услышал от меня, ты сам добровольно выберешь свой путь, сам нанижешь в ожерелье матери жизни ту же мчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженные любовью. Если ты захочешь устраниться от борьбы за брата и наль, тебя твой лорд Бенедикт, чуть улыбнулся Али, отвезет Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности, если же верность твоя последует за верностью твоего брата, ты сам определишь ту помощь и роль, которую пожелаешь принять. Наль воспитана мною, только внешняя форма на восточный маер соблюдалась, и то весьма нестрого. Наль хорошо образована, и ее блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший Европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая дуэнья старая мать Али Махмуда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль, и старая подслеповатая женщина была уверена, что впускает все разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла иногда Наль громко смеяться, но это не будило глухую дуэнью. Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль в хромы глухие немы и закатился своим мальчишеским смехом. Али поглазил меня по плечу и продолжал. Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как все равно не видел для Нали нового выхода, нежели побег из этого гнетущего места и готовился к нему заранее. Старое дурище испортило весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами, довела дело до сговора несчастной Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь меня ждет объявление религиозного похода, ведь я не давал согласия на брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, ты сам видел. Что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел флорентиец из сада, на женской половине тоже шел пир. Там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль, на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад, и там, переданная из рук в руки, похищена женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обрядлить для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, драгоценное покрывало и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумные стереги, на что он большой мастер, и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с флорентийцем. — Немало выстрадал, Али, ты не мог не заметить перемены, происшедшие в нем за одну ночь. Он обожал с детства сестренку, часто учился вместе с ней у твоего брата, Наль его второе «я», и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжелый плащ предрассудков, мечты об особенной... Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, чистой и прекрасной он признавал ее всегда. Уступить Наль другому мужчине, да еще европейцу, было для него непереносимо. Дозволить ей уйти в опасный путь без себя все это сначала разбило его, его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребенка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая забыть о себе и думать о ней, спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность не победила все. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья черную, как листья черного клена, жемчужину отречения, чтобы помочь жить женщине так похожей на розовую магнолию. Я уже сказал, не сегодня-завтра объявят религиозный поход против меня. Что это означает? Я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, увидели, что в повозке лежит только одна одежда Наль, мгновенно известили Муллу и Дервишей, и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой разъяренной толпы. И, наконец, воспользовавшись минутой относительного затишья, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад, в условленное место, к жениху. Толпа ждала. Казалось, все вокруг наполнено электрическими токами бешенства. Шли минуты, походившие на часы. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой теткой Наль стали рядом со мной. — Эти люди, — сказал я им, — обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну ее одежду отдали жениху. И среди озверевших мужчин и дрожавших от страха и внезапно пришедших в бешенство женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг к друга, размахивая руками, вопя какие-то проклятия. Старая тетка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. А остальные подтверждали, что видели, как жених взял Наль на руки и даже заметили, что он был слабоват для нее. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин, и что действительно Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донес ли он ее и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и силы редкой, и сказал, что сам он едва смог донести Наль до калитки, что там ее взял один из товарищей и донес до телеги, а в телегу ее осторожно положили его рослые друзья. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только ее одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что несли невесту. Я стал уговаривать их разойтись, чтобы не привлекать к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомневался, что если бы не рассвело и не боялись бы они отвечать перед русским судом, они бы прикончили и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям весь позор падал на жениха. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах, и, повернувшись круто к ним спиной, он грубо обругал их и быстро побежал к калитке. Остолбенев на миг, все его товарищи, мула и толпа, пришедшая с ними, все бросились бежать вслед за женихом, натыкаясь друг на друга, валя кого-то с ног, застревая в узкой калитке. За стеной сада послышалась перебранка жениха с товарищами и мулой, несколько выстрелов, крики, но калитка захлопнулась, еще раз послышались крики, шум отъезжающий телеги, конский топот, и все смолкло. Старухи были искренне убиты позором и несчастны, они клялись и божились, что Наль сидела с подругами вечером за столом, что они сами накинули ей еще и черное покрывало поверх драгоценных уборов, и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и так далее. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил. — Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву, но это не значит, что они уже спасены. Пока не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, нельзя быть уверенным в их безопасности. — Перейдем теперь к твоей роли, — продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, поскольку злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, против кого объявляют религиозный поход. А друг — это каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями отвергаемого. К тому же дервиши решили, что похитил Наль незнакомый им хромой старик, и этот след может привести к тебе, а уж к флорентийцам непременно. Ты, повторяю, свободен в своем решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным к этому делу, и ты немедленно уедешь в Ка, — Али назвал крупный торговый город, — с письмом к моему другу, у которого ты проживешь недели две-три и вернешься в Петербург, если же хочешь помогать мне бороться за жизнь. Глава четвертая Моё превращение в дервиш В моем сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь, влили в меня уверенность и энергию. Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь всем рабски повинуется, тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский. И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбой чужого народа, втолкшись в самую сердцевину его предрассудков, тем сильнее я сознавал, что нет случайности, а есть целая сеть закономерных действий, что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей, воедино как группы черных кленов и розовых магнолий. Мое спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя мое молчание, Али прибавил. — Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту, хотя, конечно, временем мы не располагаем, я ожидаю самого быстрого хода событий. — Мой ответ готов, — сказал я. — Я так глубоко спокоен, решение мое так ясно, что я еще ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного и чудного состояния духа подобного мира в себе. — Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путем, где бы мог я отделить себя от брата, от вас, от флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, он слил бы свою жизнь с вашей и пошел бы за вами. Мое решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами. Я верен моему брату-отцу и буду отстаивать так же всеми силами его жизни счастья, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите. — Твое спокойствие, друг, — убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернемся в дом. Там могут быть какие-нибудь новые вести. С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня. Я точно потерял на миг сознание и пришел в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любуясь сверканием озера на ярком солнце. Аромат деревьев, чириканье птиц, треск цикад снова сопровождали нас. Никогда еще я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы задавить мой дух, а на самом деле впервые среди величавого молчания природы в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычную силу и чистоту, я понял какую-то иную, еще неведомую мне жизнь сердце. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал, и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы — отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али. Я точно прозрел в какую-то глупь вещей, где все — революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий. Все вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей, равенства и братства. К той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать все лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья. Я ушел в свои мысли, какая-то радость наполнила все мое существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али молодым и флорентийцем. Обменявшись малозначными фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы вывезти по чашке чая, как вошел слуга и тихо сказал несколько слов хозяину, тот извинился перед нами и вышел. Мы молча остались сидеть за столом, каждый был погружен в свои думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточились в себе, готовясь каждый по-своему к грядущим событиям. Лично я, казалось мне, точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далекими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит свой или чужой, и кто же это свой, а кто чужой. По свойственной мне рассеянности мне казалось, что еще очень мало времени, но на самом деле прошло около часа. Вошел слуга. Не сказал Али молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали. Флорентийц обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которую я еще не видел. Через ту же переднюю, в которую мы вошли с флорентийцем, как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату, кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его за письменным столом, и у стола в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в желтом халате и в остроконечной шапке с висьим хвостом Дервиш. Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал, но увидеть Дервиша в кабинете Али этого мои нервы не вынесли. Я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него. Али, молодой взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне, — не все, кто одет Дервишем, на самом деле Дервиши, это друг. Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого Дервиша, и еще раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы свое внимание на нем, а потом... Темные глаза, мягко как звезды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и загорелые и огрубевшие, но прекрасной формы руки. Вся его фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум, — читался на его лице, — так и хотелось сбросить эту тяжелую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть лоб мыслителя. Дервиш говорил на непонятном мне языке, и к стыду своему я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне расскажут, о чем шла речь, и отдался наблюдением. Флорентий сидел спиной к окну напротив молодого Дервиша, на которого прямо падал свет. Хотя окно было занавешено легкой тканью цвета слоновой кости, света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение на лице незнакомца не ускользнуло от меня. Поистине он тоже был красавец, выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али Старшего выражало такую серьезность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль пронзила сердце. Незнакомец опять заговорил, и его голос, оригинальный, низкий, баритональный, металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение. И, наконец, Али Старший, взглянув на меня, сказал, — Прости, друг, ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мула и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков и слуг, утверждают, что Наль похищена тем гостем на Перу, которому я посылал блюдо со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мула объявил, что здесь было колдовство, и обвиняет в нем меня, и моего старого гостя его повсюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен, две из построенных мною школ уже сравнялись с землей, и каждой женщине, у которой найдут книги, будет объявлено отлучение, а это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом, быть может, сожжет его, как и мой. Мне необходимо сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся там, от верной гибели. Тебе же, вместе с флорентийцем, следует отправиться на станцию железной дороги и постараться добраться до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идет слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если вас где-либо обнаружат. Всем известна наша дружба, и если изловит тебя, ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе переодеться сейчас же в платье Дервиш, а флорентийцу — в обычное платье простого купца и уехать в вагоне третьего класса в Москву. По дороге сами уже будете соображать, как вам лучше спасаться. Я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным, стань снова временно глухонемым и со свойственным таким людям вниманием смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остается мало, Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам флорентийцу все нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах. Он поднялся и вышел вместе с флорентийцем, а Али, молодой и новый знакомец, стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний. В довершение всех бед в дело снова пошла бесцветная жидкость. На этот раз уже все тело, смазанное ею, стало темным, а руки, ноги и лицо, покрытое слоем жидкости дважды, стали такими, словно их сожгло солнцем. Как-то сморщились, и я стал выглядеть лет на сорок. Но теперь я не вздыхал по своей исчезнувшей юности и утраченной белизине. Дело шло не о маскараде, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш. Едва я кончил одеваться, как вошел флорентийц. Его узнать было невозможно. Длинная черная борода, голубовато-серая челма и пестрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах мягкие черные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны. В прежнее время я бы покатился с хохоту, но сейчас я принял все как должное, оценив его неузнаваемость. — А шапку к голове вы ему приклеили? — спросил он. — Ведь может случиться, что кто-либо попытается сбить шапку с его головы. Он достал из своего огромного кармана темную ермолку, натянул ее мне на голову так туго, что, казалось, сорвать ее можно было только вместе с кожей. И поверх, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напялил ее на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко, голову сжимало, стало тошнить. Вошел Али-старший и, очевидно, понял мое состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл ее и положил мне в рот белую пилюлю, остальные, закрыв коробку, передал флорентийцу. — Лошади ждут по другую сторону озера. — Али-старший. — Вы поедете оттуда, — сказал Али. — Времени едва хватит доехать до станции. Мы двинулись кратчайшим путем к озеру вдвоем с флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым. Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентийц быстро переправил ее на другую сторону, и через несколько минут мы увидали быстро катившуюся к нам вокзал от города был в верстах трех, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В бричке мы обнаружили два узла — из ситцевых платков и два убогих деревянных сундучка. Флорентийц вел себя так, как будто никогда ничего, кроме ситца, не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел. Подъехав к вокзалу, мы соскочили из брички и очутились в густой толпе восточного людо, галдевшего и возбужденного, на нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых. К нам подошел старик и предложил помочь нести узлы. Флорентийц передал ему мой узел и сундучок, взял свой подмышку, узел в руку — точно это были пакеты с ватой — сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал. Там поджидал нас другой старик и подал флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд. Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье, на полу валялись кожура бананов и корки апельсинов, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги. Едва мы уселись, как на платформе, поднялся шум, толпа, через которую мы прошли, ворвалась, голдя на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон. Куда ее не пускали? Начальник станции, жандарм, проводники, все были в один миг разбросаны. Несколько человек все-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь. Перепуганные, ничего не понимавшие, немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики. Жандармы и группа вооруженных солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс. Кое-кому удалось обижать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом он выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их и не было. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны. Ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса. Поезд все еще стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал свое лицо большим пестрым платком, данным мне дервишем и именно тем жестом, которым он меня обучил, хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство. Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, несшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала подошел мула. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, оберкондуктор свистнул, ему ответил свисток паровоза и, наконец, мы двинулись. Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка молодой царт. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами. Я подумал, что вот-вот он упадет в обморок. Поглядев на него, флорентиец покачал головой и обратился к двум старым цартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся царту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил ее, жадно, но все не мог прийти в себя. Наконец он несколько поуспокоился и спросил флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции. — Как не заметить? Я сам садился. Мой племянник садился. — Да ты садился, — ответил ему, смеясь мой друг. — Нет, впрочем, ты не садился. Ты прыгнул, — прибавил он, — и в вагоне рассмеялись. Молодой сад уже совсем пришел к себе. — От кого ты так убегал? Тебя преследуют царские власти? — спросил его флорентийца. — Нет, — ответил он, — я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едет в этом вагоне. И он встал с места, обошел вагон, поблагодарил старика, отдавшего ему пить, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам. — Нет, — сказал он. — Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придется мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд. Флорентийц важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу. Молодой Сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучки любопытных, что купец, которого он искал, — его благодетель. И если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас, флорентийцем, то он самый богатый купец-благодетель, отблагодарят его. Один из стариков сказал, что увидел, как последний вагон сели две женщины и молодой человек. Лицо Сарта зажглось точно, факел сверкнул и отразил свое пламя в его глазах. Он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров, и стремглав бросился в соседний вагон. Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам. Довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало. Кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции. Сарт снова сел возле флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но флорентийц успокоил его, показав ему на мои уши. Все же раза два еще он взглянул на меня подозрительно, но заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку все равно мало от моих наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно. Поезд шел быстро, очевидно, машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз, все шла безводная голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя боды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность рез. Поезд еще немного замедлил ход, и вдруг я увидел Сарта. Артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге. Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к флорентийцу, как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билет. «Флорентийц подал наши билеты, сходившие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что флорентийц мне теперь расскажет, о чем шептал ему Сарть, но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках. Это был текст телеграммы до востребования, написанный по-русски в город С. Купцу К. с извещением, что купец А. живет». Дальше стояло многоточие. Я не понял, о чем эта записка в руках флорентийца, хотя я и сообразил, что дал ему ее выпрыгнувший из вагона Сарть. Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентийц вынул из своего узла две книги, передал одну мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у меня, напоминала толстый затрепанный молитвенник, и шрифт ее был также мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города. Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас путь. Какая же еще книга могла быть в руках у Дервиша, как непотрепанный, видавший виды в бесконечных странствиях бездомного мнаха молитвенник. Какой-то богобоязненный старик принес мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куска сахара. Я еще раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне свое платье Дервиша, за преподанный урок поведения приличествующего монаху. Флорентийц объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раскивал головой, не глядя на тех, от кого получал подаяние. Кое-кто, услыхав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги. Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне все утихло. Флорентийц подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног. Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя осознавал, что меня будет. Наконец, чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю на шатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентийц стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо. Один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней. В вагоне было почти совсем темно, кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко. С просонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как сарт с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах, и я приходил в ужас от своего мешковатого платья длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка. Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы ее открыть. — Рано еще, — сказал мне тихо в самое ухо флорентиец. — Так мы на всем ходу и будем прыгать? — спросил я его так же тихо. — Прыгать? Зачем прыгать? — сказал он, смеясь. — Мы подъезжаем к большому городу, где живет мой друг. Сойдем на станции, возьмем извозчика и поедем к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное внешнее безразличие Дервиша, и кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай на уши. Поезд замедляет ход. Сходи первым и подай мне руку, и ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за поезд, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи. Поезд подходил к перрону скудно освещенной станции. Вокруг царила ночь, и казалось, что на станции все замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за ней рослая фигура жандарма, и поезд остановился. Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на крыльцо. Здесь, к флорентийцу, подошел какой-то сарт и предложил довезти до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался, ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш. Не тут-то было. Флорентийц начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они горланили. Минут десять. Наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого казалось и ждал флорентийц. Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперед, и возница увидел перед собою «Дервиш». Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей турнице. Глава пятая. Я в роли слуги-переводчика. Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентины. Но, получая односложные ответы, произнесенные сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть от долгого пути, и перенес свое внимание на лошадь. Лошадка трусила по мягкой дороге, тьма освещалась только мерцающими звездами, и мысли мои, точно замерзшие во время моего тяжелого сна, в вагоне вновь зашевелились. Мне еще не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова, как и в парке Али, меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звездами небо и разведел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звезды не походили. На наши северные они казались гораздо крупнее, точно лампады мерцали, и я, наконец, увидел воочию тот дрожащий свет звезд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой млечного пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света. Я вернулся мыслями к Али Мохаммаду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы. Я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека, о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца и будто бы в защиту его, отравляя мир жестокостем своего фанатизма. Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня, но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным, но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало мое время выказать мужество и преданность, и волна бодрости, даже радости опять пробежала во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию единственной истиной, кто давит все живое, что рвется к свободе и знанию, к независимости в жизни. Я прикоснулся к Варентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне, нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье. Мы уже въезжали в город, окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темно, в кольце зеленых улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды. Флорентийц приказал возниться остановиться. Мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Раза два мы свернули в тихие спавшие улицы и, наконец, остановились у небольшого дома с садом. На стук флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивленно оглядел нас. Флорентийц спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже еще не ужинал, хотя сказал, что очень голоден. Флорентийц попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт, и мы просим принять нас, если можно тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побежал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, флорентийц осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил ее с меня почти мгновенно. Оторвав ее от дервижской шапки, он снова надел шапку мне на голову. То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддается описанию. Я хотел громко закричать от радости, но, опасаясь выдать себя, промолчал, раза два все же подпрыгнув на месте. — Какой там лорд Диктов? Вечно все перепутаешь! — донесся до нас голос. Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда. — Помни же, ты все еще глух, пока не скажу, — шепнул флорентийц. Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень вся в крупных висящих гроздьями цветах сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно. Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты. Флорентийц сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно, поглядывая на нас. Наконец он сказал флорентийцу, довольно небрежно, что хозяин ждет нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединенной с террасой коридором. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах. Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут флорентийц отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером. Дверь быстро отворилась, и хорошо, что флорентийц держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всем на свете и закричал. Перед нами стоял никто иной, как тот незнакомец, который дал мне свое платье в кабинете Али. Флорентийц низко поглонился хозяину, потянул и меня вниз, я понял, что должен кланяться еще ниже, и выпрямился только тогда, когда та же рука наставница подала мне знак. Флорентийц что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь. Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби. Разве вы не узнали моего голоса? Мягко улыбаясь и держа мою руку своей, сказал наш хозяин, а я специально для вас сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились, вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам. Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшно. Долго ли продолжался мой обморок, не знаю, но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подавал мне питье, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мухаммадом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твердо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца из головы холодное компрессо и шепнул «Скоро пойдем отдыхать, мужайся». Но теперь я готов был ехать дальше. Откуда-то появились силы. Точно я окунулся в прохладный бассейн. Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вышедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дождаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но, встретив пристально строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел. Вслед за ним вышли и мы на веранду. Вымыли руки под умывальником, светлее они, правда, не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахам сказок из тысячи и одной ночи. Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, проглотительных морсов и нескольких сортов хлеба. Все было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало. Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтет, и муле отнесет. Весть о Бали и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг-купец приедет к нему покупать ослов, пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мула, прикрываясь именем этого торговца, ведет крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займется делами, связанными с походом на Али. Живет этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше трех часов, но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в Ка. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, — обратился он ко мне, — вам придется стать слугой, гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в Ка, и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, которые они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонится. Кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдемте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться. Уже светало. Мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната, очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шелком, пушистая светлый ковер, но рассматривать было некогда. Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошел к ванне, влил в нее какой-то жидкости, отчего вода точно закипела, и когда вода успокоилась, сказал «Весь грим с вашего тела сойдет. Вы выйдете из воды белым юношей. Здесь мыло, щетки и все, что вам может понадобиться». И с этими словами он меня покинул. Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня точно кожа слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной. Это, очевидно, полоскался под душем флорентийца. Помывшись, я растер тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался легкий сток дверь и вошел флорентийц. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому все сильнее привязывался. «Пойдем выбирать туалет», — весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина. Я еще не сказал, каким нашел я теперь моего мнимого дервиша. Он был в легком сером костюме, прекрасно сидевшем на нем в белой шелковой рубашке опаш и белых полотненных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звезды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот, с вырезанной точно резцом воятеля верхней губой, говорил об огромном темпераменте, а лоб высокий, благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что, казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов. Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своем путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывезти их куда-нибудь, но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего еще не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выйдет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о брате. Сказал еще, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, ее старый дядя человек опытный, верный и очень образованный. Говоря все это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным голуном. Конечно, я не блистал красою, но теперь, расставшись с обличьем черномазово-грязного дервиша, я казался себе просто красавцем. Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шелковую сорочку и завязал бантом серый шелковый галстук. Положительно во всем он был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прирезал свои волнистые волосы, уложив их на пробор от алба до самой шеи, надел пенсона и все же оставался красавцем. Время бежало, стало совсем светло. Мы услыхали фырканье лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошел к окну и сказал тихо дворнику, сходи к соседу. Если он уже ушел в лавку, то беги к нему туда, в ряды, напомни, что он обещал доставить сегодня тетке два халата и ковер. Я же подошел к соседу. Дворник побежал выполнять поручения, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто в бутафории. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них по нескольку книг, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки в шкаф. Через минуту мы вышли. Я нес легкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее сиденье, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин устроился на козлах, подобрал вожжи, мы выехали из ворот, я соскочил их закрыть и покатили к вокзалу. Город еще не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как вода в растительных системах все время должна менять направление, и за этим строго следят особо представленные люди, пуская воду по очереди то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд. Теперь мы ехали быстро, но все же я мог хорошо развлечать и дома, и сады, торговые ряды были совсем иные, чем в Ка. Они не напоминали багдадского рынка, а скорее были похожи на громадные амбары. Но стиль их все же был не европейский. Огромное количество лавок говорило о богатстве города, я весь ушел в свои наблюдения. Движение становилось все оживленнее, и когда мы выехали за город, это зрелище захватило меня своей необычайной красочностью. Я еще не видел больших вербьюжих караванов, а здесь, с нескольких сторон, медленно и мерно покачивая груз на своих горбах, двигались к городу караваны. Каждый караван вел маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе дороги были забиты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицей и всевозможными предметами обихода, и все это тянулось на базар в огромном облаке пыли, тесно прижатая друг к другу. Вдали сверкали снежные горы. Небо местами алое, местами фиолетовое и зеленое, и ярко-синее над нами, прохладный ветерок от быстрой езды, и я снова воскликнул «О, как прекрасна жизнь!». Восклицание это явилось полной неожиданностью для моих спутников, углубленных в разговор, и оба они удивленно на меня посмотрели. Но, увидев мою восхищенную физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом. Мы были уже недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт, сказал мне по-английски «Хороший слуга всегда серьезен, он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдает своего присутствия и только отвечает на задаваемые ему вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не понадобятся его речь и услуги». То он его был совершенно серьезен, но глаза привесело смеялись. Я сдержал смех, поднес руку к козырьку и ответил весьма серьезно, тоже по-английски «Есть ваша светлость?». «Мы подъезжаем к станции», — продолжал лорд. «Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдете и отправитесь в кассу. Возьмите два билета в международном вагоне, мы же медленно выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдет очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе». Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу. Купив билеты, я нашел своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный приобрел. Он, важно, кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом чемоданы катались при нас, и только потом сообразил, что, вероятно, они уже были привязаны к коляске, когда мы в нее садились. «Вот новая забота мне», — подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки. «В международный», — бросил я небрежно носильщику, и он пошел к самому концу платформы. Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмел и без того чистый пол, и вытер пыль в нашем купе, должно быть, судя по слуге, о возможной щедрости барина. Я выскочил на платформу, доложить, что все готово. Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону, и с третьим звонком милейший лорд лениво занес ногу на ступеньку. Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность. Наконец он вошел в вагон и что-то еще сказал своему остающемуся другу. Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой барин соизволит пройти дальше, поклонился любезному нашему хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда. Только когда наш хозяин совсем исчез из виду, лорд повернулся и прошел в купе. Проводник обратился к нему с вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня. — Мой барин англичанин, — сказал я очень вежливо проводнику, и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского, а я его переводчик. Проводник еще раз спросил, нужен ли нам чай. Я перевел вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и попросил сходить в вагон-ресторан и купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в том, что от лорда можно ожидать чаевых, проводник обещал купить фрукты на следующей станции, которая славится ими. Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни. Несмотря на спущенные темные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословил свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась легкой, вроде китайского шелка. Мой лорд снял пиджак, улегся на диван, причем ноги его свешивались вниз и сказал, — Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно. Теперь не удастся поспать, потом, пожалуй, и не получится. А сил нам с тобой потребуется еще много. Не огорчайся, что мы с тобой обо всем не переговорили. Как только я стану, мы поедим, и ляжешь ты. Раскрой маленький чемоданчик, в нем ты найдешь кое-что, что забыл в доме Али и что теперь... С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я вышел посидеть с книгой в коридоре на скамейке против нашего купе, чтобы стуком проводник не нарушил сон. Флорентийцы. Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем, здравствуй и прощай, как крестили в России этот головной убор с двумя козырьками, а кто и просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошел к перрону и остановился. Я открыл окно и стал смотреть на толпу. Здесь было гораздо оживленнее, чем на виденных мною прежде станциях. Торговцы с большими корзинами фруктов сновали по перрону, мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся грубками, но я никак не мог определить, зачем они здесь. Они не торговали, а как будто без толку, переходили с места на место, ни словом не обмолвясь друг с другом. Важные сарты разных состояний и возрастов, стоявшие кучками, пялили глаза на едущую публику. Евреи в своеобразных кафтанах и черных шапочках, шумные, нетерпеливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами. Пассажиры вскоре возвратились в вагон, нагруженный фруктами. Мне казалось, что их покупки очень хороши, но когда поезд тронулся, ко мне подошел проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигивал в сторону жевавших яблоки пассажиров, а я, взглянув на свою корзину, понял, что такое настоящие восточные фрукты. Громадные какие-то плоские яблоки, яблоки прозрачные, продолговатые в них просвечивали насквозь, все косточки и груши, желтые, как янтарь, и две небольшие дыни, от которых исходил аромат головокружительный и чудные белые и синие сливы. «Вот это фрукты», — сказал мне проводник. «Надо знать, как купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне приготовляет две такие корзины». Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина и угостил его одним яблоком. Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и стал есть свое яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить хоть каплю ее обильного сока. Проводник пригласил меня в свое купе, но я сказал, что барин мой очень строг, что по незнанию языков он без меня не может обходиться ни минуты, и что теперь я передам ему фрукты, и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд, и что лорды иначе, чем по карточке отдельных заказов, не обедают. Я простился с проводником, еще раз его поблагодарил и вошел в свое купе. Я старался двигаться как можно тише, но вскоре обнаружил, что флорентиец спит совершенно мертвым сном. И если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, то вряд ли успел бы в этом нелегком деле. Все мускулы тела его были совершенно расслаблены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал. Ну и ну, подумал я, эта дурацкая ватная шапка, да дервишский колпак, кажется, повредили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не улавливаю дыхание спящего человека. Я, протер уши носовым платком, наклонился к самому лицу флорентийца. И все равно ничего... Глава шестая. Мы не доезжаем до К. В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щелку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но, повертев во все стороны замки, я все же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завернутые коробочки с винными ягодами, сушеными, прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашел письмо на мое имя, и почерк его был мне незнаком. Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как флорентиец продолжал спать своим смертоподобным сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было четко написано «Али Махмуд». Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием. Брат. Али Молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также белье и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которое он просит передать Наль при первом же моем свидании с нею, когда и где бы это свидание не состоялось. Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али Молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями. Я был очень тронут такой заботою и ласковым тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, в его любви. Фиолетово-синие глаза Али Молодого, его тонкая фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять ее за девичью, походка легкая и плавная, все представилось мне необыкновенно ясно, и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован, а подли такой огненной фигуры, как Али Старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием, неуемный и неблагородный человек. Я подумал, что всю жизнь мальчика Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа, и, вероятно, в его представлении жизнь человека и была ничем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог решить, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юм, что нельзя было ему дать больше семнадцати лет. Я снова перечел его письмо, но и на этот раз не понял, какие вещи могут искать Али в моем платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но, приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изымления. В полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брат. Только теперь я вспомнил, как мы перебирали туалетный стол брата, и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше поражался тонкому и изящному вкусу мастера. Распущенный хвост павлина, благодаря игре камней, казался живым, точно шевелился. Голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила. Как надо любить свое дело, знать анатомию птицы, чтобы изобразить ее такую, подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я ничего, ни в одной области, не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове. Я все держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать ее историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Кто дал его брату? Уносясь мыслями в жизнь брата, такой короткий и сокровенный кусочек, который я вдруг узнал, я связал фигуру павлина с тем украшением на челме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо, соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжечку, чтобы прочесть, что писал брат, но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил ее на место. — Нет, — думал я, — если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас, и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твое сокровище, я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть, я буду верным стражем твоему павлину. Жара становилась невыносимой. Я съел еще одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашел стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твердое квадратное. Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом, не из драгоценных камней была фигурка павлина, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием рассветки хвоста живого павлина. Коробочка была черная, и края ее были унизаны мелкими, ровными жемчужинами. Я ее открыл. Внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков, вроде мятных лепешек. Я закрыл коробочку и стал читать письмо. Оно меня поразило лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммада не видел уже лет двадцать, с тех пор, как он уехал на свою родину. «Мой сын», — начиналось письмо, — «ты выбрал добровольно свой путь, и этот путь твоей любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям, не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело, будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошел по дороге труда и борьбы, утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай «не достигну», но думай «дойду». Не говори себе «не могу», но улыбнись детскости этого слова и скажи «превозмогу». Я посылаю тебе конфеты. Они обладают свойством бодрящим. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях, или при качке, проглоти одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими, но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах, будь всегда бдительно внимателен, люби людей и не суди их, но помни также, что враг зол, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невниманием. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живет не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку, прими мое пожатие бодрости и энергии, если когда-либо ты потеряешь мир в сердце, вспомни обо мне и пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья. С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше, жара, казалось мне, достигла своего предела. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и все же чувствовал, что не могу удержать слепающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на флорентийца. Он все так же мертво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммада. Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал ее сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил, меня все так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы легкий холодок. Точно по всем нервам прошел какой-то трепет. Желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа. Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашел туго набитый деньгами бумажник, нашел очаровательные приборы для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привел все в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль. Только что я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл ее и увидел в коридоре высокого господина по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партии винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, винт играть не умею, а барин мой англичанин ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски, и что я ни разу не видел в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез. Быть может, все происходило самым обычным и естественным образом, и вагонный спутник был из тех многочисленных картерников, что способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже меречился с огледатой, и я невольно задавал себе вопрос, не такой же ли он коммерсант, как я слуга? Положительно, думал я, не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу точно в сказке. Я очень был бы рад, если бы флорентиец бодрствовал, мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колес. Я еще раз прочел письмо Али Старшего, я представил себе его огненные глаза и его высоченную фигуру, мысленно поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я поглазил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил ее, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув ее себе на плечи. Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен, я взял книгу и решил почитать. Приподняв выше шторку, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали, это снова была голодная степь, очевидно, здесь не было никакого орошения, жгучая солнце и сожженная голая земля, вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз. Да, это край, забытый милосердием жизни, подумал я, должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пестро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту желтую пыль, в которой верблюд бредет, утопая в ней по колено. Поезд шел не особенно быстро, остановки были редкие, я начал читать свою книгу. Постепенно фабула романа меня захватила, я увлекся, забыл обо всем и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги. Я встал и начал их растирать. Вскоре тело флорентийца как-то странно сдрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу, как резиновый, сел. — Ну вот, я и выспался, — сказал он. — Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надежный, — засмеялся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. — Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше четырех часов, — продолжал он все смеясь. Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением. — В жизни не видал таких чудных людей, как вы, — сказал я ему. — Спите вы, как мертвый, а просыпайтесь, словно кошка, почуявшая во сне мышь. — Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной. Если бы я тряс вас даже так, чтобы душу из себя вытрясти, то вряд ли все же добудился бы. Флорентиец расхохотался. Его смешили и моя физиономия, и моя досада. — Ну, давай бериться, — сказал он. — Если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается, по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина, уж сказал бы хоть тигр, а то не угодно ли кошка. С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал. — Ну и молодец же ты. Вот так фрукты. Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии. — Ну, в Калифорнию я сбегать не успел. А проводнику щедро за них заплатил, — ответил я. — Во время вашего сна приходил сосед, вроде французского коми, и приглашал вас играть в винт. Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе. Я прочел ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и когда я показал на внутренний карман куртки, произнес. — Нет, не годится. В моих брюках, с внутренней стороны, справа, есть глубокий, потайной, кожаный карман. Положи ее туда. Я нащупал справа у самой талии карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал, — Скоро подъедем к большой станции. Видишь, там вдали деревья, это уже станция. Тебе надо будет выйти, размять ноги и купить газет. Возьми все, какие найдутся. Местные тоже. Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти. — Подожди, письма ты хочешь сохранить? — спросил Флорентиец. — Непременно, — ответил я. — Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, когда мы можем быть выслежены, но никогда и нигде, не оставляя писем, не спрятанными надежно, а самое лучшее держи. — Спроси на всякий случай петли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, — сказал мне вдогонку флорентиец. Я поднес руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник все мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят, и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться. Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Гортанные голоса пестры, сожженные солнцем темнолицей толпы, рассаживающиеся по вагонам в суете и давке, перемешивались со смехом и шутками, бежавших за водой пассажиров, с бутылками, чайниками и кувшинами в руках. Жара и здесь стояла парящая, но после душного вагона воздух показался мне райским. Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, накупил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетый по-восточному, довольно красивый мужчина, с мягким выражением лица, другой в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары. Я вошел в свое купе, подал флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочел телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П нас будут ждать лошади, а другая сообщала, что два дома и два магазина в К загорелись от неизвестных причин. Спасти удалось только людей и животных. Я взглянул на флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел до тла, спасся один только денщик. А сам капитан, его брат и их друг хромой старик-купец не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь. Флорентийц перевел мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, для нас пока все складывается благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом подъезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П, мы сойдем и вернемся на предшествующую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П уже недалеко. Сердце мое было неспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьезно. Что твой брат в опасности, об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, им грозит беда. Но что его нет в К, это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попустую энергию, а станем ее собирать, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Заплати проводнику еще на чай, попроси свести тебя с поваром вагона ресторана и закажи для своего барина, чудака, вегетарианский обед, но только чтобы подали его сюда и не позднее, чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость, надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать тридцать верст на лошадях. Лошади будут хороши. Коляска, думаю, тоже, но твое здоровье хрупко. — Я невысок и худ, но здоровье мое крепко. Я хорошо закален и выдрессирован братом с детства, не раз сопровождал его в лагеря, один раз даже ходил в поход, и могу, шутя, проехать верхом и сорок верст, — ответил я. Если же я упал в обморок и часто чувствую изнеможение, то только непривычная жара тому причины. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте. Скорее надо бояться вашего страшного сна. Ведь если вы эдак заснете в коляске, как спали только что, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудешься. Флорентий снова весело расхохотался. — Эк, напугал я тебя своим богатырским сном. Придется одолжить у тебя пилюлю Али и больше так не спать, — весело прибавил он. — У вас есть свои пилюли. Вам Али дал коробочку, из которой подчевал меня в своем кабинете. — Тоже смеясь, ответил я. — Есть-то есть. Да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью. Значит, все же одну ты мне должен. Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о Дервисе и Али, но что расскажет обо всем Москве. Я пошел хлопотать об обеде. Звонкая монета обстряпала все, легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик и лакей из вагона ресторана принес отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу накормить нашего проводника. Наконец все было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед, и все повторял, что такие отличные пассажиры редко попадаются. Войдя в купе, я увидел, что флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твердом валике и с угоризной сказал ему, ну, зачем вы беспокоитесь, я же мог так же спать, как и вы, да и вряд ли засну, нервы взбудоражены, всюду мерещатся за подни. Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется и заснешь сном, не хуже моего. Говоря так, он достал из своего широкого пояса жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель. Гомеопатия, сказал я, не очень-то я в нее верю, но все же проглотил и улегся. Последнее, что я слышал... Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня флавентеец. На сей раз я проснулся легко, чувствую, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через двадцать минут будет станция П, я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как пояс стоит здесь только восемь минут. Вещей мне собирать не пришлось, все было уже сделано флавентийцем. Он успел и подушку, и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки легкий светлый костюм, а вместо кепи — панаму. Сверх всего он накинул на меня и себя черные плащи, вроде тех, что носят морские офицеры. Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окрикнул его из вагона. Он наскоро пожал мне руку и убежал. На этот раз вся медлительность флавентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж. Маленький отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а огибая садик станции в сторону водонапорной башни. Едва мы успели зайти за нее, как с противоположной стороны выскочили два дервиша, вглядываясь восьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билет. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон. Мы молча стояли за выступом башни. Флорентеец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошел и все не стихло вокруг. Тогда он сказал мне, нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку. Я хотел возразить, но он шепнул. Ни слова. Скорее. После мы в большой опасности. Мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются. Мы шли вглубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал. А Флорентеец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести клади, ни моего бега. Шли мы минут двадцать. Внезапно нас кто-то окрикнул «Флорентеец», — ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентеец втолкнул меня внутрь, прыгнул сам почти на ходу, и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысаках, но этого безумного бега этой темной ночи я не забыл и, очевидно, не забуду. Панаму мне немедленно пришлось снять. В ушах свистел ветер, лошади неслись вскачь, соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентеца, его «мужайся», подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час. Лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, и мы внезапно остановились. «Катастрофа», — подумал я. Флорентеец выпрыгнул, схватил чемодана, как ребенка, высадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски «Скорей бери мою руку». Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом сгромозделись. Кучер гикнул, и мы снова помчались. Флорентеец о чем-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокаивающе что-то объяснил. Я подосадовал на свое незнание языка. Вот и не глух, и не нем, а выходит, что и глух, и нем, думал я. И тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку. «Ничего», — сказал Флорентеец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. «Беда невелика, ты можешь выучить еще сто языков. Мы скоро приедем». Возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда. Лошади все так же быстро мчались. В этой легкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентеец не держал меня своей крепкой рукой за талию. Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко присел на ободок брички, подал Флорентеецу конверт и весело затрещал что-то, очень его очевидно смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме. «Билеты есть, станция уже видна», — сказал Флорентеец. Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. «Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне, и ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски». Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда. Билеты были первого класса, вагон был или пуст, или все в нем спало. В просторном четырехместном купе не было никого, проводник тоже спал и предоставил нам самим устраиваться на своих местах. Мне показалось, что он не совсем трезв и старается скрыть от нас свое состояние. На мое замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов, флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку, а теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд. Разместив наши вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далек, хотел услышать разъяснение всех переделя к этой ночи, но не успел задать вопросы, как заснул глубоким сном. Конец ночи прошел для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным о добром и любящем. Снова мне показалось, что я его знаю давным-давно. Положительно воскликнул я, я мог бы спорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю подле вас. Я хотел бы всегда всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу теперь даже представить жизни без вас. Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и... Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, все такое же и яркое, но мы ехали уже не по голодной степи. Здесь почва была покрыта, хотя и сожженной солнцем, но все же травой. Селения встречались чаще, и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков. Здесь еще есть жизнь, заметил флорентиец, но ночью мы въедем в полосу пустыни, и так и поедем по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей — это почти только одни семьи железнодорожного персонала, полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станции есть, но вода в них солона, и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды, а на зубах у них всегда хрустит песок. Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест еще не достигла цивилизация, как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех. Постучали в нашу дверь, это оказался проводник, спрашивавший билеты и извинявшийся, что он забыл их взять у нас ночь. А сейчас пойдет проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику. — Завтрак, чай, — сказал он ему с иностранным акцентом. Я объяснил проводнику, что мой брат желает кушать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас, и даже отличное. Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьет, и решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным, и вряд ли мы получим съедобный завтрак. Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принес отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты. И всю до копейки сдачу. Когда завтрак был окончен и все убрано, флорентиец сказал мне, теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в одежде дервиша и тот третий с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и мулы выследили нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам Сарт с билетами сказал им, что мы следуем в Ка в международном вагоне, что ты едешь в платье слуги, и тебя надо прикончить в толпе на перроне, а меня постараться захватить живьем, когда начнется переполох. Теперь они уже подъезжают к Ха. Они сели на той станции, где мы сошли, все там обследовали, и потому будут уверены, что нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довезти их до станции к ночному посаду. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбудив ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но все же, чтобы нам ехать не вдвоем, ведь ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде как и где только смогут и как можно скорее. Я вызвался отправить телеграммы, но флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику. Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги, флорентиец сказал, «Все, что останется, возьмите себе». И, задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом, «Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит еще несчастье». Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку флорентица, приник к ней и зарыдал. «Эти горькие рыдания раздирали мне душу, слезы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать». Флорентиец усадил проводника рядом с собою, на диван отер его слезы своим чудесным душистым носовым платком и сказал, «Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды и будут еще у вас дети, но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и чаще всего несчастными». Он подал ему стакан с водой. Накапав туда каких-то капель, придя в себя, проводник сказал, «Я никогда не пил до этого раза, но, вернувшись домой, увидел мертвого ребенка и мертвую жену, а тут не минуты времени и надо уезжать. Не смог я с собой собладать. В дороге стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про свое горе. Все спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиату рассказывал». Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища, слугу, в коричневой одежде и никак мне не верил, что такой у меня не едет. Все я перепутал. Мне показалось, что он прошел международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали. Хорошо, что контролер за это время не проходил. Ах, как я все перепутал с пьяну, думал, что это я ему рассказывал. Он покачал неудоуменно головой. Грех-то какой, не вещь чего мерещится. Флорентиец еще раз пожал ему руку, повторил, что жена его была в глубочайшем бомбараке. Что это бывает при родах? Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования. «Так вы, барин, значит, доктор. Оно и видать. Только доктор и может человека человеком признать. Пусть он и беден. Вы не гнушались мне руку пожать», — говорил проводник, аккуратно складывая платок флорентийца и возвращая его. «Возьмите его на память о нашей встрече, друг», — сказал флорентиец. «А это передайте вашей жене, когда вернетесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить». Он еще раз пожал проводнику руку, задержав ее в своих, улыбнулся ему и сказал, «Мы еще с вами увидимся. Не теряйте мужество. Пьяный человек не человек, а только двуногое животное». Проводник вышел. Проводник вышел. Мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать? О его горе? О его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне. Опять это ненавистная таинственность. «Не надо сердиться, Левушка», — сказал мне флорентиец, нежно обняв меня за плечи. «Право же, на свете нет чудес. Все объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор. Слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошел на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жаловался и изливал горе по умершей жене и новорожденной дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай, и что его жена пришла в себя, но у бедняги не было времени дождаться и убедиться в этом. «Ты уже не дитя», — продолжал он, усаживая меня подли себя, — «тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всем, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным, из происшествий последних дней, если бы ты не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, ты бы сам убедился, нет чудес, а есть та или иная степень знания». Голос его, выражение милых глаз, все. Было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, и снова, волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне, я был счастлив. Вскоре вернулся проводник, принес квитанции, напосланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентий сказал, что ждет в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе, а что касается нашего, то хочет занять в нем все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на все купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперед сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили. Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентий сказал, что будет ждать друзей. От постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе. Я спросил проводника, почему вагон наш пуст. Он объяснил, что все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций, а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже и в третьем классе. Постель моя была готова. Я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое белье Али Махмуда, мысленно... Глава седьмая Новые друзья Проснувшись, я увидел, что диван флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и, что меня особенно поразило, в окна стучал частый, крупный дождь. С тех пор, как я приехал к брату в Ка, где летом никогда не бывает дождя, и о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, это был первый дождь. Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движения флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдернул занавеску. Дождь показался мне добрым родным братом, в его серой пелене был виден лес, настоящий зеленый лес, и не было жары. Какая-то нежность в своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил ее до сих пор, с ее лесами, рощами, зелеными полями и сочной травой пробежали по мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-желтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки верст, с торчащими как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей. И как только эта восточная картина мелькнула в моем воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней. Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла, я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове, я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов, и все, что было третьего дня, вчера или два дня назад, все сливалось какой-то большой ком, и я даже не все отчетливо помнил. Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым. — Странно, — подумал я, — всегда у меня была изумительная память на лица и голоса, а теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должна быть проклятая шапка Дервиша, да жара повредили мне не только слух, но и мозги. В эту минуту снова донесся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было. — Нет, положительно, я стал какой-то порченый, как говорил деньщик брата, продолжал я думать, утирая пот салба. Не может это быть Дервиш, который дал мне свое платье, и у которого мы останавливались ночью. Все завертелось в моей голове до физической тошноты, недоумение заполнило меня от всего. Я думал, что если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать. Память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь. Один из голосов принадлежал флорентийцу, а другой был все тот же чудесный металлический баритон, ласкающий, мягкий, но, казалось, прибавь этому голосу темперамента, и он может стать грозным, как стихия. Нельзя же так сидеть, растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с флорентийцем. Продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчет, когда точно я видел мнимого Дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь, сейчас. Только я решил собойти из купе, как дверь открылась, и вошел флорентийц. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза блистали, на губах играла улыбка, но век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты, и никогда не поверил бы, как сурово, серьезно может быть это лицо в иные моменты. Он точно сразу прочел все мои мысли на моем расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал «Мой милый мальчик, события последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой, но все, что ты испытал, ты перенес героически. Ни разу страх или мысль о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев, и он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех людей и спрятали их в глубоком бетонном погребе под каменным сараем в самом конце парка, туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там в этом погребе Али и все его домочадцы провели страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных кинулась на его дом. Ужасов неизбежных в этих случаях, как выразился флорентиец, он не стал мне рассказывать. Власти, услыхав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, а это уже никого не устраивало, разослали по всему городу патрули, но патрули вышли тогда, когда дом Али был уже подожжен со всех концов. С домом брата фанатики поступили так же. Сухой, как щепка, старый дом сгорел дотла, но тут несчастья было больше. Подкупленный юнщик пустил вечером кого-то в дом, якобы осмотреть драгоценную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, а очевидно угостились и сами, на славу. Как было дело дальше, никто толком пока не знает. Но факт, что двое там сгорели, один щик еле выскочил из огня. Ему рамой расшибло голову, когда он выпрыгивал, еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулем и доставлен в госпиталь. Там в бреду все повторял. Капитан, барин, брат, они насильно лезли. И снова. Капитан, барин, брат, я их не пускал. Они подожгли. Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т, стревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т, не сгорел ли он вместе с братом в своем доме, что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и надо думать себя, он не придет и скоро умрет. Разбуженный генерал, предубежденный вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что немедленно все проснулось. Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела неподлежащими санкциям царских властей, сразу же проснулся. Хорошо заплатив всем властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом военных. Мула стал уверять дервиша и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готова к стрельбе, первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и толпа. Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костер, пламя бушевало с такой силой, что даже подступиться к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняки-денщика создалась уверенность, что капитан Те и его брат сгорели в доме. Пока Флорентий все это мне рассказывал, у меня, как у одержимых, навязчивой идеей, сверлила в голове мысль, чей я слышал голос, как зовут этого человек. Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство флорентийца — отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне. — Один из них тебе уже знаком, — проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. Его зовут Сандра Кон Ананда, он эндос, и ты не ошибся. Голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поет он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдешься с ним на этой почве, если другие стороны этого, своеобразного, интересного и очень образованного человека, не заинтересует тебя. Другой мой друг — грек. Он тоже человек незаурядный, великолепный математик, но характер он более сложного, очень углублен в свою науку и малообщителен, бывает суров и даже рисковат. Ты не смущайся. Если он будет молчать, он вообще мало говорит, но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению, не судя о нем, если у тебя явится охота с ним поговорить, ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне. Как я обращаюсь к вам? Горячо даже, запальчиво воскликнул я. Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной, и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда все, что мне было дорого и близко в жизни, мой брат, в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, я радуюсь жизни, потому что я подли вас. Через вас и вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна, не одними узами крови, но той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, что я осознал подле вас. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни! Не важно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушел бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье – жить без давления страха в сердце. И это я понял подле вас. Теперь я знаю, что жизнь ведет каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней, как труда радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажется, благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может стать для меня наряду с вами. Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь, его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налет грусти и сострадания. «Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил мое присутствие возле тебя и нашу встречу», – сказал он, положив мне руку на голову. «Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе, но не горячись. Если сознание твое расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твое должно раскрыться, должны стереться в нем, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не того, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, начинай всматриваться в них по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нем только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание. Оба моих друга знают мало твоего брата и также мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба оставили все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, что единит всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые, как к людям, цвет крови которых тоже красный, как и у тебя. Он обнял меня, сказал, что с Сандро Конанандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне надо проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Грека зовут Илло Филлион. Он говорит по-русски «плохо» и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке. — Побори свою застенчивость, — прибавил флорентиец, — вспомни, как я вел тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затрудненная русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне. С этими словами он предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжек кейпи. За свои 20 лет я не очень часто бывал в обществе. 14 лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в эрском походе, но когда брату пришлось перевестись полком в далекую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тетка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня у нее, но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном в повседневной жизни, и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом. На экзаменах я держал в шестой класс, мои познания поразили учителей. Я выдержал языки и математику блестяще. С сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял ее как тему в мировой литературе, и навалялся свойственным мне азартом, столько, что бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне еще бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему встретилось впервые, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набило. По дошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже три часа, как я пишу почти не отрываясь, директор взял мои листы, стал читать, прочел почти целый лист и спросил пристально на меня, поглядев. — Вы сын писателя? — Нет, — ответил я. — Я сын своего брата. Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва стерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смешался и быстро пробормотал. — Простите, господин директор, я сказал, конечно, не суразиться, я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери, а как себя помню, все меня воспитывал и учил брат, и я привык видеть в нем отца, вот потому-то я так нелепо и выразился. — Это хорошо, что вы так любите брата, но кто же готовил вас? Вы так прекрасно приготовлены. Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было. — А кто же ваш брат? — спросил, улыбаясь учитель. — Поручик некого полка, — ответил я. Наставники переглянулись, и директор, все еще глядя удивленно на меня, но улыбаясь мне, мягко и доброй старческой улыбкой, сказал. — Или вы феномен по способностям, или ваш брат поразительный педагог. — О да, мой брат не только педагог, но и такой ученый, какого другого и нет, — выпалил я восторженно. — Да вот и он, — закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса. И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками, как сейчас помню, то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда. Тихо разняв мои руки, брат вошел в класс, встал во фрунт перед директором и сказал. — Прошу извинить, ваше превосходительство моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал, но манеры и дисциплинированность не пришлось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещенным руководством он их приобретет. Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей. Но в моем сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брат. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства отдавать себе отчет, где ты и кто перед тобой, и только тогда действовать. Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, и я снова себя почувствовал неумелым ребенком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением. Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове точно молнии освещенной пронесся этот эпизод моей первой детской бестактности. Сжав губы, вспомнил я из письма Али «Превозмогу» и постучался. — Войдите, — услышал я незнакомый мне чужой голос. Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к лорентийцу, как когда-то к брату в коридор. На диване друг против друга сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза Дервиша, сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза звезды и пристальные, почти черные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али Старшего. — Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости, — сказал, вставая Сандра Кон-Ананда, — это мой друг Илла Филлион. Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке свое кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики, нетвердо выученный урок. — Ваш друг флорентиец послал меня к вам, может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан, выпить кофе? Я могу служить вам гидом. Грек, пристальные глаза которого вдруг перестали быть сверлящими шилами, а засветились юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски. — Я думаю, мы с вами два сапога пара. Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же, пойдем вместе. Мы, конечно, не найдем двести, но потеряем четыреста. А все же мы с вами подходим друг к другу и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак. Все съедят у нас под носом, и мы останемся голодными. Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл все свое смущение, завелся смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала. Мы вышли из купе под веселый смех Конананды. Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашел там столик, в никуящем отделении заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и Ка, где был в первый раз и очень коротко, нигде. Положительно. За мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознагражден судьбой, встретив сразу так много событий и лиц не только незаурядных, но даже не умещающихся в моем сознании. Казалось, надень моему греку венок, изрос на голову, накинь на плечи хитон и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца. Но в современное платье в моем сознании он как-то не влезал. Не шел ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык. Скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал, даже низкий лоб с выпуклостями над бровями, тонкими, изогнутыми, длинными, до самых висков. Нежность кожи при таких истине-черных волосах и едва заметны усы. Про него действительно можно было бы сказать красив как бог. Но того обаяния, которым так притягивал к себе флорентиец, в нем не было. Насколько я не чувствовал между собою и флорентийцем условных границ, хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всем, настолько Иллоферион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделен был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел. Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошлись по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен. Я ответил ему, что детство, прожил с братом, человеком очень серьезным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною. Поэтому, хотя я и очень любопытен, вопреки его заключению, но научился так же, как и он, думать про себя. Он улыбнулся, заметив, что математики, если они действительно любят свою науку, всегда молчаливы, и мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся вселенная воспринимается ими как геометрически развернутый план. Поэтому суета, безвкусица, высказывание не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей истинно человеческой осмысленной речи, какую должны бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далекой от логики природы жизнью. Он спросил меня, люблю ли я деревню, как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь. Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока. На гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь, вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе, разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя, подводя итоги какого-то этапа жизни, сказал ему, сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже еще не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и даже не понимаю пока какое место во Вселенной вообще занимает моя персона. Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор, незаметно для меня, принял теплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, а наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение. Мои мысли потекли спокойнее, мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом. Но мне страстно. Хотелось также заглянуть к лорентийцу и передать ему, что я не осрамился, выполняя его поручения, и что грек — очень интересный человек. Только я собирался сказать, что зайду на минутку в свое купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел кон Ананду. Он сказал, что флорентиец заснул, и что, если мне интересно поговорить с Иллофелионом, он охотно посидит в моем купе и покараулит сон флорентийца. Я уже знал хорошо, как крепк тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время. Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Иллофелион, тем сильнее поражался я его знаниям, наблюдательности, а главное силе его обобщений и выводов. Я и сам не лишен был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои называемые блестящими способности показались мне жалким хламом, сброшенным в лавки старьевщика в общую кучу сравнения с четкостью мысли и речи моего собеседника. Как странно я чувствую себя сегодня, точно я поступил в новый университет и прослушал ряд занимательнейших лекций, но если бы вы еще рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, сказал я. И снова полилась наша беседа, причем мой собеседник проводил параллели между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать. Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, все слышу и вижу собственными глазами. Страстная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнила меня экстазом, и я перестал отдавать себе отчет о времени и месте, забыв, что я все свое образование получил трудом брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там. А хотелось бы вам путешествовать? Услышал я вопрос и, точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только груши, уроками да переводами. Хотеть-то я очень бы хотел, вздохнув, ответил я, но мне не везет с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я окончал гимназию и поступал в университет, я выбрался наконец к нему в Азию, мечтал увидеть новый свет и новый народ, и вот все скомкалось. И брата я теперь потерял. Прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далекое Ка и с какой скорбью возвращаюсь оттуда. И склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил. Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял все, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но мое состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам тяжело раненый, пришел в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истинной чести, все это так же было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей. Он помолчал и продолжал еще более проникновенным тоном. Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы еще не потеряли брата. Вы только в разлуке с ним. Вы еще можете ему помочь. И уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии. И познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого ученого-самоучки, о его беззаветной преданности, идее свободы. Такие редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказала мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете, из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, что цельные, сосредоточенные характеры не умеют отдавать своих сердец и дружбы наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну а когда он осел в ка... Снова помолчав, придвинувшись ближе, он добавил. Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошел через все печальные этапы человеческой жизни, от которых страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдания и опасности, которые переносите за брата. Откиньте личные чувства и мысли о себе. Думайте о защите брата, о труде и энергии, которыми вы поможете ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, а их будут расставлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидеться с братом... — Как? — скричал я в ужасе. — Вы полагаете, что он умер? — О, нет, я уверен, что он жив. И уже в Петербурге, — ответил он, — я говорил только о весьма возможной случайности. Что вам не удастся сейчас свидеться с братом, и он не сможет взять вас с собой. О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провел с ним и двух месяцев. Если сосчитать те редкие дни, когда он приезжал ко мне в Петербург, я жил надеждами. Наконец сбылась моя мечта. Я должен был прожить с ним лето и даже часть осени, и снова я одинок. Тоска, раздражение, протест владели мной, мне подумают, что чужие люди встали между мной и братом, увлекли его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихри страстей рвали мое сердце. Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим. Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать. Я перестал ломать руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубой материи моего эгоизма и отчаяния. Я вспомнил лицо брата там, на дороге, под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило это лицо, незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию. И этот человек не был тем моим братом-добряком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии устремляется как лава, сметая все на пути. Тогда я был просто поражен и не сделал того единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моем сознании, зато сейчас он стал мне ясен. Я понял, что я совсем не знал моего брата, что все то, что он отдавал мне круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, было только небольшой частью сознания моего брата. И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя еще более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело принадлежало мне, у которого первейшей заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне. До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни для того только, чтобы в конце какого-то периода жизни увидеться со мной и уже не разлучаться никогда более. Теперь, в огромной внутренней борьбе, я разглядел в моем брате лицо другого, незнакомого мне человека. Я увидел ряд его интересов, не имеющих ко мне никакого отношения, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми. И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос, что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую роль играет родство людей по крови? Что ближе, гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единой утробия? Я не замечал, что слезы продолжали литься из моих глаз, но теперь это были не бурные рыдания ревнивого, разочарования, какой-то иной сладкий привкус получили мои слезы. Не то я временно похоронил что-то детское и прекрасное, не то рвал в себе старую привычку воспринимать людей как опору лично себе. Я как будто врастал в новую и чуждую еще мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединенная с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал, семье, опорой которой должен был стать я сам. Трудно рассказать теперь о тех юношеских переживаниях, но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, что я так юн, так ребячлив и неопытен в делах жизни и так плохо воспитан. Я приложил все усилия, чтобы остановить слезы. Стыдно было плакать, так безудержно перед чужим человеком, и когда мысль перешла от сожалений о самом себе к брату, я вспомнил снова и письмо Али, и недавнее слова флорентийца, я вытер слезы, и, не глядя на моего спутника тихо, сказал, простите меня, я не в силах был сдержаться, я ждал обычного, быть может, дружеского соболезнования, но то, что я услышал еще раз, показало мне, как плохо я разбирался в людях. Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним трудно. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы сами не завоюем полную от них свободу. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красивости вовне, когда живет в нас все то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живет только в свободном, добровольном труде, независящем от наград и похвал, которые нам за него расточают. В том труде, который мы внесем в свой обычный рабочий день, как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастье. И обнял меня и стал рассказывать историю своей жизни. Очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя лежащим в крови среди друзей и родных. Погибло все, с чем он был с детства связан. Он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных, но он не знал, к какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита, так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами. Но раздумывать было некогда. И спустился к морю, выкупался, переоделся в чужое платье кем-то оброненное или брошен. «Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни», — продолжал И. «Коротко скажу, что с помощью старушки с ее деньгами я сел на пароход и поехал в Рим, где у нее был сын, способный ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашел уже знакомый вам Конананда, в одной из ночей, уже совершенно изнемогая, от лихорадки в полусознании. Я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой, звучный и прекрасный голос говорил «Что это? Не как здесь лежит мальчуган?» Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя, цедил слова сквозь зобы. «Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный». Я не имел сил хотя всей душой, хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощь. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая была и уже исчезавшая надежда на спасение показалась мне еще одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой воркотню грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрет дали, как вдруг нежная сильная рука приподняла мою голову и горестная «ох!» вырвалась как стон. Глаза я от слабости открыть не мог, склонившийся надо мной незнакомец, громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошел к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привел ворчуна в другое настроение. «Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй! Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек?» «Виноват, барин. Этот воришка верно только что пробрался сюда. Я проверял ящики, все было цело. Брось бессмысленную болтовню, какой он воришка, ведь это слабый ребенок. Мигом носилки и доктора, или ты снова отведаешь мои палки». «Куда девалась шаркающая походка?» «Есть!» — выговорил слуга зычным басом и побежал, так, как и я бы не смог, хотя обегал я здоровый хорошо. «Бедный мальчик!» — услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос! Точно ласка матери проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слезы скатились по моим щекам. «Слышишь ли ты меня, бедняжка?» Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запекшихся куб, языком я двинуть не мог. Он, точно мертвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне. «Я спасу тебя!» «Спасу во что бы то ни стало!» — продолжал говорить незнакомец. «Мой дядя доктор!» Но дальше я уже не слышал. Я провалился в бездну. Когда я очнулся, я увидел себя в просторной светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая, чистая. Я подумал, что я дома. Память унесла все грозное, что я пережил. И я стал ждать, что сейчас войдет мама, станет ласково меня бронить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка, но мать ее была немка, и она привыкла к этому языку как к своему родному. Я все ждал ее милого Лолеон, но она что-то долго не шла. Тогда я решил ее попугать, как иногда проделывал это в раннем детстве, крича во все горло. А она делала вид, что страшно испугалась, складывала молящие свои прелестные руки и преумолительно говорила по-немецки «О, господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит, пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее». Я закричал, как мне показалось, во весь голос, но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон. Ну, вот он и очнулся, — сказал позади меня голос, — мой дядя, вы не доктор, а чудо-волшебник. С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон Ананда, которого вам и описывать нечего, другой еще не старик, но гораздо старше. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною еще не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу. — Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, — сказал вельможа по-итальянски. Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день? Я смотрел на него совершенно ничего не понимая. Память еще не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне ее выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нем моего спасителя. Сон снова меня одолел. Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама, но на этот раз я уже помнил о моем первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду. Я не мог ни в чем отдать себе отчет и механически заговорил по-немецки. — Я видел только что маму, зачем же она ушла? — Она сильно устала, — ответил он мне. — Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом, хотя предупреждаю, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели. Он помог мне сесть в постели, и как неосторожно он это делал. Я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен, но ему пришлось кормить меня с ложечки. — Такая моя жизнь длилась около месяца, и сколько раз я не спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал — ваша. Как-то раз я спросил, отчего няня не придет ко мне. Он ответил, что если я помню ее адрес, он напишет ей, чтобы она приехала. — Как же я могу не помнить адреса няни, — возмущенно сказал я, — это все равно, как если бы я забыл адрес своей матери. И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что если достанет ковер самолет, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял. Прошла еще неделя. Меня навещал несколько раз вельможа доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих пятнадцати лет я был очень большого, а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора. — Можно ли так быстро расти, дружок, — сказал он мне, смеясь, — если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не узнает. На этот раз я все же отдал себе отчет, что времени прошло довольно много. А няне все нет, и мама все прячется. Я посмотрел на доктора, но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой. Так что, сидя в нем, я мог любоваться открывавшимся из окна видом. Я смотрел неотрывно вперед на видневшееся вдали моря, смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу, ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места. Лицо доктора было очень серьезно, хотя и очень спокойно. Если ты хочешь видеть няню, тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, я могу ее позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара, ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным, думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своем горе, если оно тебя поразит. Старайся только не допустить себя до слез, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах. Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем, снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря, все движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растет и меняется непрестанно. Все, что носит в себе сознание, как логическую мысль, все меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, они его задавят. Как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет, сам изменяясь, понести легко и просто на своих плечах новое обстоятельство, будет равен грибу или плесени, а не блеску, закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли. Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость ее такова, что вся жизнь моя не может отягчить той любви, что горит в этом человеке. Какое-то почти благоговейное, живительное чувство радости, благодарности, неиспытанное еще мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднес к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал ее и ответил ему. Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным! Как подле вас, мне чудно хорошо, я точно вырос и весь переменился. Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал, будь же мужествен сейчас, как перенесешь ты встречу с няней, точно так начнешь и свою новую жизнь. С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня. Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собой совершенную руину, но насколько поразила ее внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула ее. Не успела она подойти ко мне, как сплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моем сердце стало таять, как воск. Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную экзальтацию моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и также мгновенно потухавшую, но на этот раз в ее рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Среди ее причитаний я мог разобрать, как припев, «Мой несчастный мальчик, мой дорогой сиротка, у тебя нет даже Родины». Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить, мысли, как тяжелые жернова ворочались, трудно не обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должна быть, вся кровь прилила к голове. Я почувствовал острую боль сердца, как укол длинной иглы, и вдруг сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил все. Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчетливо понял, что все картины пережитого одну за другой я ясно и точно увидел. Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду, и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода «Я спасу тебя, мальчик». Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему «Благодарю вас, благодарю за жизнь, которую вы мне спасли». «Нет, не надо», — я отвел его руку с новым лекарством, и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом брошенном человеке, который я здесь нашел. Не понимаю, каким образом я все забыл. Я только тогда все вспомнил, когда голос няни и ее причитание вернули меня в детство, и когда я услышал, что у меня нет даже Родины. Я вспомнил все сразу. Я не мог еще долгое время собраться с силами. Дыхание мое стало так тяжело. Точно мои легкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок желтой сухой травы и поджег ее. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше. — Где я сейчас? — Это ваш дом? — спросил я Ананду. — Это Сицилия, — ответил он мне. — Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий еще не прекратилось, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чем не повинных людей. Фанатики политики режут не только друг друга, но даже иностранцев. Что грозит войной всей вашей стране? Все это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернется сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания, и потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле. Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесен в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди в моей постели, и как в беспамятстве и бреду я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил. Дальше история моя сложилась просто, продолжал И. Не буду вам рассказывать, сколько раз в моем сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими дикими рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего раздражения не вызывал ни негодования, ни упреков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культурности стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен, что веду себя неделикатно, нарушая тихий ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда. Я уже мог выходить, бродил по саду, даже спускался к морю, но читать доктор мне не позволял, сказав, что если хоть одна неделя пройдет без слез, он разрешит мне читать. Желание начать читать и учиться было так велико, что я выдержал характер и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам. Однажды, в праздничный день, доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой. По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении из прогулки доктор провел меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли до потолка полки с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошел в один из книжных коридоров и достал мне историю древней Греции на немецком языке. С этого дня началось мое обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке-няне приходилось жаловаться на свое одиночество. И только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с нею к морю. Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутливое прозвище Эвкрит. Так меня и звали мои наставники. Одна няня крикала меня Лолеоном. Шесть месяцев труда и тихой жизни вылечили меня совершенно. Вырос я еще больше, но оставался все таким же тощим, и горе мое также разъедало мое сердце. Однажды за обедом доктор сказал, что через неделю ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел. «Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря?» Обратился он ко мне. Я нерешительно посмотрел на Ананду. Тот ласково мне улыбнулся, но молчал. «Что тебе мешает?» Снова спросил меня доктор. «Неужели тебе не хочется видеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время?» «Мне очень хочется видеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за все то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть таким секретарем, какой вам нужен. Я все же постараюсь быть слугою, честным и усердным. И еще меня смущает», — продолжал я, — «как перенесет разлуку няня. Кроме меня у нее нет никого». «У нее есть сын в Риме. Мы ее туда отвезем. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездах и маршрутах, заедешь за ней в Рим и привезешь сюда. Решайся. Тем более, что тебе придется когда-то вступать в жизнь и получить систематическое образование. Во время этого путешествия ты сможешь выбрать по вкусу место, где будешь учиться, а о далеком будущем не стоит думать». Чтобы закончить в коротких словах мою, отныне счастливую историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, где ее оставили. Вы сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и так далее. Тысячи раз я благословлял няню за свое знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора. Мы проездили, кочуя по разным местам не два месяца, а целых полгода. Чтобы продолжать занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий. И, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов. Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там подзаняться с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдерберге, где Ананда будет защищать диссертацию и проживет не менее года. Я с благодарностью принял это предложение. Мы побывали еще и в Вене, по делам доктора и там расстались. Я направился через Венецию в Рим, а он свое имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два, и мы, с Анандой и няней, приедем туда на летние каникулы. С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало повидал. Я путешествовал по Египту и Индии, видел разных мудрецов и ученых, артистов и художников, но выше доктора не встретил никого. Случайное его поручение свело меня с Али и флорентийцем, в которых я увидел силу знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг доктор. Тесная дружба, связывавшая их между собою, была раскрыта и мне с Анандой. Теперь я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал гостить к нему в Ка и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете, своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знание ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал. Не стесняйтесь же меня, я вынес страдания, я знаю бездну человеческого горя, и мое сердце, сгоревшее однажды в скорби, не способно осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезами. Я научился видеть в человеке брата. Долго длилась еще наша беседа. Мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать. Я позабыл о себе, о своей жизни, образный рассказ, и он словно резцом высекал свои истории. Так четкие были его слова и мысли. Увлек меня в водоворот жизни другого мальчика, гораздо более несчастного, чем я. И предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть. Я так обрадовался флорентийцу, будто целый год его не видел. Еще раз понял я, как цельно, всем пылом одинокого сердца. Я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал своих. Как я соскучился без вас, смеясь, сказал я ему. А я-то думал, угодить себе, так как и я научился еще спать в твоем вкусе. Ответил он мне тоже, смеясь. Но не очень-то ты любезен по отношению к и, продолжал он, все еще смеясь. Я надеюсь, Эвклит, ты не замучил моего братишку математикой. Нет-нет, ваш друг И так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу. На двадцать лет! — скричал я. Все засмеялись. Флорентийц, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил. — Неужели же в моем обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел? Я снова почувствовал, как надо свидеть за каждым словом, вздохнул и, не зная, что ответить, перевел глаза на И. Тот сейчас же сказал флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант — ловить людей на слове, но что он Эвклит недаром сильнее его, как математик, и уж однажды как-нибудь поймает самого флорентийца тоньше, чем он меня сейчас. Я предложил флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался голодный Ананда, и я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант. Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде, и мы с И, только что отобедавшие, тоже приняли в ней некоторое участие. Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унесся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать, что бы то ни было вокруг. Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это флорентийц. Намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос. Пришел в раздражение и чуть бы не рассердился. Но смех друзей был так добродушен, и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятную картинку, а потому и сам расхокотался, вспомнив, что ведь я же — Левушка, лови ворон. — Грезы о Москве, Левушка, — сказал флорентийц. — Дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свидания с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему. Опять меня удивило, что он прочел мои мысли, когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником, и рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму. Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях. Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками ИСКА, что все свои усилия они направят на то, чтобы изловить меня и допытаться, где мой брат и похищенный им Наль. Что легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не верят, или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мы с флорентийцем займем один номер, а рядом поселятся Ананда и Эвклит. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить все точности. Время прошло незаметно. И рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии. Ананда поведал о страшной ночи в Эс, где ему удалось спасти женщину, приговоренную фанатиками, к избиению камнями. Настала ночь. Я лег раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я расталкиваемый флорентийцем. Глава восьмая. Еще одно горькое разочарование и отъезд из Москвы. Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц в куртках или ливреях, в кепе или шапках с обозначением названия своих заведений стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и так далее. Впереди шел Ананда, как бы высматривая кого-то, посередине шли мы с флорентийцем, сзади и завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами. Зычные выкрики названий гостиниц, торги пассажиров в составе извозчиков в длинных синих поддевках с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира. Все это было так забавно, что я снова забыл обо всем, увлекся наблюдениями и готов был смеясь остановиться. Флорентийц слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один с надписями на кепе «Националь» и приветствовал Анандо, весьма почтительно держа руку у козырька. Через несколько минут мы уселись в отличное Ландо и покатили в центр города. Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным провинциальным городом с незначительным движением, улиц, по которым мы ехали узкие, искривленные, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовин, с перезвоном колоколов, несшимся со всех сторон, производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ должен быть очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобным Магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу. Я стал думать о себе самом, что для меня Бог, и как живу я с ним и в нем. Мешает ли мне моя религия или помогает? Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечения в нашей монотонной жизни и ни разу не пробовал искать в Боге облегчение, не докучал ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал. Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями, но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе брата Иналь. Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше. Флорентийц спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и, к моему удивлению, очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма. Письма ждут вашу светлость уже два дня, а телеграммы одна ночная, другая сию минуту подана. Почтительно прибавил он. Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Варентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо. Мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подявился, что я, такой всегда рассеянный, мог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя мое нетерпение, он взял письмо брата. Подал его мне и сказал. Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя, иналь, зависит от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь. Сердце мое сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня брата не увижу, а я так на это надеялся. Я прочел письмо, еще раз перечитал его, и все никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу. Брат писал, что уехать из Ка им удалось незамеченными, что слуги были переодеты восточными женщинами. Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а сам брат был в штатском платье, причем все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись дороги еще раз, сошлись все вместе. В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что пароход в Лондон отходит в воскресенье, поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось. Брат посылал мне свою любовь и просил простить его за беспокойство и огорчение, которое он доставил мне место отдыха. Он просил флорентийца не оставлять меня, если я не поспею на тот же пароход. — Поспею на пароход. Несколько раз печально и горько повторял я мысленно. — В воскресенье? Это сегодня, — наконец сказал я флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом. — Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекали внимание главарей-фанатиков и пустили погоню по лужному следу, — ответил он. — Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идет погоня. Мула и главари решили, что ты, конечно же, последуешь за братом. И по твоим следам велено отыскать их, пусть даже на краю света, если же будет возможность захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, забугать всяческими угрозами и вызнать все, что им нужно. Значит, будь такая возможность, я все равно не смог бы поехать с братом. — В таком случае не стоит об этом и думать, — сказал я, стараясь стрекнуть себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. — Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо. Теперь вся жизнь моя в вас одном. Вы спасете брата, я в этом уверен. Располагайте мною так, как найдете нужным для дела. Повторяю сейчас для меня в жизни. Вы — все. Ты настоящий брат, сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознагражден большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает. — Ответил мне флорентиец, ласково меня обняв. Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идет по нашему среду. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром. Один говорит только на своем родном языке и еще по-русски, другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они — приятели жениха Наль. Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, — это не обиходные вещи. Их надо непременно переправить ей и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам. Сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через два часа вместе с Эвклидом, выехать в Севастополь. А оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. А Нанди собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату Иналь, которые могут оказаться беспомощными безопытного друга в первое время в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через три-четыре месяца и я приеду в Индию. Я думаю, устроюсь наших беглецов в Париже, когда все образуется. Я молча слушал. Не то чтобы во мне все окаменело, нет. Я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают, их любимая. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб. Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Иналь, и стал вынимать оттуда свои. Каждая из них резала меня точно ножом. Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи. Вот эти деньги мне подарил Али молодой. Они мне не нужны, так как для той далекой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр в виде золотой или серебряной коробки, на какую хватит денег, и вложите в нее вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, — говорил я флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. Я готов. Но разрешите мне сопровождать И в качестве его слуги, чтобы я мог зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня ел из рук моего брата, — продолжал я. — Мой милый мальчик, — сказал мне на это флорентийц, — когда ты приедешь в Индию и станешь учиться, ты многое узнаешь и поймешь. Пока же доверься мне, будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке — еще не все, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь себя писательского дара? Я покраснил до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное от всех сокрытое мое желание, и то он сможет подсмотреть. Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и И, и флорентийц поведал им свой новый план. Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих к поезду, а в номер подать нам завтрак. — И на вечерний поезд Париж купите один билет, — прибавил он. — Мы уложили мои вещи в поместительный саквояж флорентийца, который он мне подарил. — Там ты найдешь мой сюрприз, — смеясь сказала мне. — Как только почувствуешь могильное настроение, так и поищи его. Вот последний мой завет тебе. Помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся. Тут принесли наш завтрак. Явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришел наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге, и мы сели завтракать. Через полчаса мы с И должны были ехать на вокзал. Как я не боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце мое разрывалось. Я так привязался к лорентийцу, что будто второго брата отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались делать вид, что не замечают моей печали. Я думал, откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешены, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату? В чем находят они ось своей жизни, почву своему уверенному спокойствию? И снова пронизало сердце мысль. Кто человеку свой? Кто ему чужой? Мелькали в памяти слова флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная, и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь. В кружении мысли я не заметил, как кончился завтрак. Флорентийц погладил меня по голове и сказал, «Живи, Левушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мысли творчества — это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день, тот помогает жить всем людям. Побеждай, любя, и ты победишь все. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу, не только к моему сердцу, но вот еще твоих два верных друга — Ананда и Эвклит». Я поднял глаза на него, но слез сдержать не смог. Я бросился ему на шею. Он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул. Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить — уметь улыбаться беззаботно на глазах у людей. Пусть даже в сердце сидит. Игла. Мы увидимся. А вести обо мне будет посылать тебе Ананда. Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье. Пришел сообщить, что пора ехать на вокзал. Мы с И простились сердечным пожатием рук, с флорентийцем и Анандой спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия, и спросил Кучера. Глава девятая Мы едем в Севастополь Я столько провел времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что вынужден был лечь, и достал из своего саквояжа пузырек с каплями, накапал в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря «Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли. Я выпил, мне стало лучше, и я незаметно для себя заснул. Когда я проснулся и стоял, смеясь надо мной, и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так я долго спал, а он умирает от голода. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было поторапливаться. Я быстро привел себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан. Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем к далекой окраине Азии. Курьерский поезд по недавно проложенной линии мчал в Севастополь богатую публику, направляющуюся на модные курорты — Ялту, Гурзуф, Алубку и так далее. В вагоне-ресторане все уже сидели на своих местах. Лакей, посмотрев наши обеденные билетики, провел нас к столику, за которым сидели две дамы. Я сконфузился, ведь я совсем не привык к дамскому обществу, но, посмотрев на И, был очень удивлен, потому что он вел себя так, как будто всю жизнь, только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски, — Разрешите нам сесть за ваш стол? Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким, приятным голосом, — Прошу вас, на прекрасном французском языке. И взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя очень неловко, старался смотреть в окно, но все же из-под тишка разглядывал соседок. Старшая дама, далеко еще не старая, была красива и элегантно одета. Темные волосы, темные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки. Она была полновата и, судя по ее белым холеным рукам, никогда не работала, да и вряд ли играла на рояле, ведь от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Эти же руки были просто руками барыни, лицами, ее не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на ее зубы и губы, все в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой, и она перестала возбуждать во мне какой бы то ни было интерес. Тут подали мясной суп и сказал Лакею, что заказывал специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к Меттерд-Отелю. Это недоразумение послужило старшей даме поводом для разговора с И, который, как мне показалось, произвел на нее большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением пользы и вреда вегетарианства, я перенес свое внимание на другую нашу соседку. Это была совсем молоденькая девушка, почти ребенок, но ведь ей было не более пятнадцати лет. Светлая блондинка такого же золотистого оттенка, как мой брат, она уже одним этим сходством завоевала мои симпатии. Я невольно смотрел на нее, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами, личка у нее была худая, черты правильные, лоб высокий, с бугорками над бровями. Очень музыкально, подумал я. Девушка должна быть в первый раз, обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплескать суп с ложки, но это ей удавалось плохо. Заметив, что я бестактно уставился на девушку и задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моем поведении что-то не соответствовало поведению хорошо воспитанного человека. Оказывается, старшая дама просила меня передать ей горчицу, а я не слышал ее слов. И повторил просьбу, я совсем переконфузился, подал ей горчицу, извинился на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны отвечать на том же языке, на каком к ним обратились. Сумбурные мысли о том, как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо знать условностей, и в них ли сила хорошего воспитания, промчались не первый раз в моей голове. И извинился за мою рассеянность, говоря, что я перенес тяжелую болезнь и еще не успел окончательно поправиться. Дама сочувственно кивала головой, приняв меня за сына и, чему я весело посмеялся, а и объяснил, что я ему друг и дальний родственник. Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везет свою племянницу в Гурзув, где у ее сестры, матери Лизы, дача возле самого моря. Лиза все молчала и не поднимала глаз, а тетка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна отдохнуть в тишине. Лиза у нас талант, продолжала она. У нее огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы, но отец против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму. Тут произошло нечто необычайное. Лиза вдруг внезапно подняла глаза, оглядела всех нас и твердо посмотрела на И. — Вы не верьте ни одному слову моей тетки, она ни в чем не отдает себе отчет и готова выболтать каждому встречному всю подноготную, — сказала она дрожащим, тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что она, должно быть, чудесно поет. На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слезы. Она, видимо, ненавидела тетку и страдала от ее характера, и мгновенно налил капель в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шепотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась. — Выпейте, это сейчас же вас успокоит. Через несколько минут девушка действительно успокоилась, красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь. Какой маршрут будет дальше, я еще не знаю. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, ибо греки большей частью живут там. — Греки? — спросил я с невероятным изумлением. — Причем же здесь греки? Лиза, в свою очередь, широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. Мы с И весело рассмеялись, а тетка кисла. И спорил с нею, доказывал, что люди, одаренные вовсе не нервно больные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тетка заявила, что для нее это слишком высокие материи. А Лиза вся превратилась в слух, глаза ее загорелись, и она сказала «и». Как я много поняла сейчас из ваших слов, я точно сама себе все это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова. Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тетке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на «и» в начале обеда, сейчас она, едва скрывала скуку и досаду. Вот вам бы с моей сестрой познакомиться, она вечно летает за облачных высях, и кроме своих цветов, музыки и книг ничего в жизни не видит и не замечает, даже того, что делается под самым ее носом. Несколько тише и более ядовито прибавила она. Лицо ее отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно, уже давно разъедавших ее сердце. Лиза стала так бледна, побелели даже ее розовые губы, что я испугался. И быстро протянул я стакан с водой, но она не заметила моего движения. Ее потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли темные тени, и от девушки ребенка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тетки, ненавидящим взглядом, она сказала тихо и раздельно. Можно делать подлости, если есть вкус к ним, можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то не достает. Но чтобы так выдавать себя первому встречному, для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме ее молодость, мне детство, вы всю жизнь пытались стать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчал, если бы ваша наглость не была так возмутительна. Трудно передать, что произошло с теткой. От всей ее чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдержать бешенства и тихо выплевывшая ругательство. — Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, я тебе отплачу, я все расскажу дедушке и отцу. Девушка с мольбой взглянула на И. На наш стол, несмотря на грохот колес и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. И подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твердо взглянув на тетку, сказал ей очень тихо, но повелительно. — Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой свое бешенство. Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшую сумочку и перчатки. Ни слова не ответив, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас. И помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошел вперед, открыл дверь и пропустил девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал. Мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но и остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне, не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения не встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели. Он взял меня под руку, и мы втроем стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что тетка стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас. Как ни в чем не бывало, тетка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы ее племянницу, и, в тон ей, отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похоже, но что мы очень польщены, конечно, если, по ее мнению, имеем вид донжуанов. Очень корректно раскланившись с теткой и племянницей, причем я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, мы вошли в свое купе. И сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлет с проводником, бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами, ее личико и без того худое еще больше осунулось. Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но И сказал мне, не стоит сейчас об этом, нам с тобой, повидавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своем слове, нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать мир человека. Вся жизнь – вечное движение, и это движение творят мысли человека, слово непростое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носят в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом. Даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах, но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им в душу мир хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья. Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд на Париж, а Ананда его провожает. Он точно унесся в далекую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно, и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать. А я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мертвец, и спал, сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же. Теперь, расставшись впервые за эти дни с флорентицем, к которому так прильнул всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своем пути один свет, один собственный дом, одного неизменного друга брата Николая. Теперь я разлучен с братом, погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Подле флорентийца, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывной опасности и неутихающее страдание о брате, я чувствовал и сознавал, что в нем для меня и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищенности, мира в сердце, даже когда я плакал или раздражался, не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице флорентийца я не только имею дом, но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга. Сейчас, думая о том, что флорентийцы уезжают в Париж, а я еду на восток, пусть в другие места, но все же на тот восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, я осознал, как я бездомен, одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь их игрушкой, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя воспитать и приготовить к жизни. Ни одна струна в моем организме не была настроена так, чтобы я мог на нее положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребенок, тело мое было слабо, не закалено гимнастикой. И всякое напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и четкости в мыслях и во внимании, то тут дисциплины во мне было еще меньше. Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил, мелькали зеленые луга, колосящиеся поля, живописные деревушки. Все говорило о яркой жизни. Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды, целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к ее красотам, к ее творчеству. А я один, один всюду и везде один, и во всем мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы вот мое пристанище. Погруженный в свои горькие мысли, я забыл об И, забыл где я, унесся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль моя перебросилась на его друзей и Ананду. Их поступки полное самоотречения, ведь они бросили все по первому зову флорентийца и едут помогать брату и мне, людям им совершенно чужим, очаровывали меня высотой благородства. Внезапно в коридоре послушался сильный шум и женский крик «Доктора! Доктора!» Оторванный от своих грез, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки и «Нос разобьешь, Левушка!» Уморительно копируя старушечке шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре и, что я расхокотался, забыв, куда и зачем бежал. Подожди здесь, друг, проговорил он уже своим обычным голосом. Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь? Но ты все же не выходи из капа, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, сказал он, посмотрев на часы. Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. А Нанда живет в Москве тоже. Ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным? В эту минуту кто-то постучал в наше купе и ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь. У порога стоял давишний генерал, с которым флиртовала тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора, принимая и за такового, помочь молодой девушке, упавшей в обморок к соседнем купе, никто не может привести ее в чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства. И только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне Флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами. Я выглянул в коридор, куда выспали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растеряно вопросительное лицо и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тетке привести в чувство девушку. Я закрыл дверь, убрал сетку чемодана, которой я так неловко споткнулся и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же не крепка, как и я, и так же невыдержанна и плохо воспитана, в смысле самообладания. Вот, думал я, у нее есть и мать, и отец, есть дом и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю, а жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходит жить и ездить с теткой, которую ненавидишь. Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребенок. Как изо дня в день? Ее должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня. Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, помятуя, что недавно сказал мне «и». Мне припомнились мои слезы за последние дни, как горько я плакал, и тоже перед чужими мне людьми. Я – мужчина, старше ее на доброе пять лет. И звучавший лейтмотивом «э». Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы, перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать. Все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких, а в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манером, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки, и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я, несомненно, был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете, на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут зад. Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной и простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей необычной жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытый от всех жизни. Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка, вертелось в моей голове колесо мыслей. Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в ее судьбе, шевельнулись во мне. Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была темная ночь. В коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно. Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали. Я увидел и, вводившего в наше купе, Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти. За ними шла тетка с пледом в руках. Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовить постель, ей надо полежать, у нас сидеть она не может, — сказал И, укладывая девушку на диван. Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тетке И указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног. Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобборочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал. Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была в восковой бледности, а другая не только пылала, но багровостью ее переходила в большой синяк, что отчетливо стало видно теперь, когда И достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик. — О чем теперь вы плачете? — услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами, нос, кубы, щеки, все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен. — Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула, но на самом деле сама ушиблась, — отвечала злым голосом тетка сквозь схлипывание. Я взглянул на И и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного большей части светящегося доброжелательством и, может быть, такое грозное лицо, такие суровые глаза. Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав свои силы, и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, с Лизой было бы кончено, — говорил звенящим голосом И. И схлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки. Возможно, что вы и доктор, но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы ее поднять. И поэтому вы ищипали ей всю грудь и руку, — сказал И. Но поскольку вы отрицаете, что избили ее, мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь. Воцарилось недолгое молчание. Затем тетка прошипела. «Сколько возьмете за свое молчание?» И рассмеялся. Я тоже не мог удержаться от смеха и закричал «Да это целый роман». Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на нее взглянул, точно змея меня укусила, так злы были ее глаза. «Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный, и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни, он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину, а за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание». Говорил И, доставая из секваяжа футляр с фотографическим аппаратом. «Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. «Пожалейте несчастную мать!» Бормотала она прерывающимся голосом. «Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры?» «Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор», продолжал И, все так же сурово глядя на нее. «Вы еще слишком молоды, вы не знаете бедности, вы не можете ни понять, ни судить меня», жалобно говорила женщина. «Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянув жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку, и будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку, нет, вы слишком дорого, цените благополучие вашего сына, и слишком дешево, три жизни ваших родных, только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры». «Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни, чем я буду жить?» раздраженно спросила тетка. Торично по лицу и скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи. «Вы должны работать», тихо сказал он. «Работать? Оно и видно, что сами твои и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете», злясь и фыркая, говорила тетка. «Я повторяю, чрезвычайно, спокойно, но с непоколебимой волей возразил и, что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления. Это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына». «Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы? Барыня была, есть и буду». Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня. «В том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия, высокую культуру, самодисциплину и самообладание», ответил И. «Вы очень дерзкий и самонадеянный, я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь», закричала тетка. «Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди, и не был бы он средь за вами приживальщикам, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными, и они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останьтесь на улице». «Да не могу я быть гувернанткой», снова закричала она. «Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, также вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики, платит он очень щедро, кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, вы не можете понять счастье жить на земле. Его приносит только честный труд». Тетка теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на нее, и мне казалось, что слова и действовали на нее успокаивающе. Глаза ее перестали источать ненависть, расстроенное и безобразное злобо лицо становилось спокойнее, и даже какое-то благородство мелькнуло на нем, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца. Лиза все еще не приходила в себя и встал, наклонился к девушке и откинул прядь лица, щека вздулась, видны были ссадины, огромный кровоподтек становился почти черным и взял фотографический аппарат, но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тетки коснулась его, и она едва слышно сказала «Я согласна». Я был поражен Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами, как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины, и как я успокаивался от одного только присутствия брата флорентийца и моего нового друга и ни одного слова, как оно ни было горько, не произнес и повышенным тоном, ни малейшего намека на презрение не прозвучало в его словах, напротив, все в нем являло самое глубокое доброжелательство. И злобные выгрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор, и ответить ей тем же тоном, не задевали спокойного благородства И и его сострадания к этой женщине. И посмотрел на нее, должно быть, его взгляд затронул, что-то лучшее в ее существе, она закрыла лицо руками и прошептала «Простите меня, у меня такой бешеный характер, я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю, но если я даю слово, я его держу честно, и это может быть единственное, мое достоинство». Сквозь снова полившиеся слезы проговорила она. «Не плачьте, отнеситесь в высшей степени серьезно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы еще и это, вы были бы сейчас убийцей. А что это значит, вы отлично понимаете», ответил ей И. Ужас изобразился на лице тетки, которая сейчас была так несчастна, что даже мое сердце смягчилось, и я старался подыскать ей оправдание, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день. «Не возвращайтесь мыслями к прошлому», снова заговорил И. «Думайте о своем сыне. Нет ничего такого, чего бы не победила материнская любовь. Я залечу щеку Лизы, и через несколько часов от кровоподтека не останется и следа. Но вам придется просидеть возле нее до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли, и бессонная ночь пройдет легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу, и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одалживаясь более у родных. Когда станете зарабатывать, вернете эти деньги своему хозяину, и он перешлет их мне. Не впадете в отчаяния, когда к вам будет возвращаться желание кричать «Я барыня, барыня есть, была и буду», а уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за все то зло, которое вы выливаете из себя, получите стократное воздаяние от собственного сына, но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью. Должно быть, сердце бедной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств, и силы почти изменяли ей. И велел мне наполнить стакан водой, влил туда капель, и я подал его тетке. Тем временем опять-таки из саквояжа, что дал мне флорентиец, и достал флакон, стакан и попросил принести теплой воды. Когда я вернулся в купе, тетка уже пришла в себя и помогала и поднять Лизу. Движения ее были осторожны, даже ласковы, а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твердую решимость. Но это была совсем не та женщина, которую я видел в ресторане, и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели, не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но все же отсутствовал я всего минут двадцать, и за это короткое время человека было не узнать. Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам всех больше изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей. И влил в рот Лизе снадобье, вдвоем они ее снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд ее ничего не выражал, потом, узнав И, Лиза просияла радостью, но, увидев тетку, закричала точно ее обожгли. Успокойтесь, друг, обратился к ней, и никто вам больше зла не причинит, сейчас вот приложу примочку и к утру на вашем лице, не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тетку, не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого считаем злыми, или даже своими врагами. Врага надо победить, но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить одаренному человеку, тому, кто предназначен нести каплю своего творческого труда, в труд всего человечества, безмятежно, безбурь, страдания и борьбы с самим собою и окружающим. Вы входите теперь в жизнь, если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причиненное вам теткой, то не внесете в жизнь собственную, того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите тетку так, как это сделал бы судья, подумайте о скрытых вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и ее сынишке, хотя он-то уж никак не повинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тетушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тетке еще большей грубостью, как постоянно искали случая публично ее осрамить, мысленно посадить на место. Но ни разу не мелькнуло в вас доброе чувство, хотя, впрочем, вы добры и очень добры. Молодость чутка, представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, вы еще не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собой несет, вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, ибо вы талантливы, что звуки, как и доброта, очаровывают и единят людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, вы не ведаете страх. Так же точно возвращайтесь сейчас себе без страха и сомнений, когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поет дивную песнь, песнь, торжествующая любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни петь не может ваше сердце. Не думайте о прошлом, проживайте это сейчас, со всей полнотой ваших лучших чувств, и вы построите вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше завтра будет засорено остатками желчи и горечи, которое вы впретете в него, если сегодня не найдете сил раскрыть сердце в полной цельной любви, честно, без компромиссов. Ваша тетя покинет вас, как только довезет до дома, она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве, а вы ведь собираетесь переехать в Петербург. Вам уже стало лучше, Левушка доведет вас до купе, Лиза была очень удивлена. В голове ее, и это было ясно всем, происходила сумбурная работа, но слова и не были брошены впустую. Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас, так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей, ведь я действительно ненавижу свою тетку и не верю ни одному ее слову. Вы представить себе не можете, как она умеет лгать. А вы разве так безупречно правдивы? Тихо спросил и... Нет, ответила Лиза, покраснев до корней волос. Нет, я далеко не правдива, но хотя зачем вдаваться в далекое прошлое? Если вы говорите, она сделала сильное ударение на вы, что она уедет, я вам верю. Это все, что нам нужно. Нет, снова сказал И. Это далеко не все, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь подле живой предлог, чтобы жаловаться на свои несчастья, что создали себе привычку, вместо того, чтобы следить за собой, следить за теткой, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, а и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тетке, и самой себе. При последних словах И. Лиза опустила голову. Это правда, сказала она, подняв глаза на И. И. помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями, и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить веселый и свежий. Было уже за полночь. С помощью тетки я довел Лизу до места, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тетке большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланился и вернулся к И. Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я ему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомленный. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом. Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлен я был ужасно. Не возражая, кивнул, согласно головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мертвым сном. Проснулся я от стука в дверь и голоса и отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил и тотчас стоем, но когда я спустился вниз, то увидел, что постель и была даже не примята, и три письма лежали на готове, запечатанные в конверты, а сам он уже переоделся в легкий серый костюм. И попросил собрать все наши вещи, сказав, что пройдет кризис, которую навещал два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход, и потому он написал матери Лизы, графине Е, письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери. С этими словами он вышел, я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни. Но чтобы И и в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Е, о ее, тоже ему малоизвестной дочери, этого уж я никак не мог взять в ток. Где ж тут такт, мысленно спрашивал я себя, припоминая, что говорил флорентиец о такте и предельном внимании к людям. Долго ли со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать все окружающее стоял я посреди купе? Не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал веселый голос И. Да ты угробишь нас, Левушка, надо скорее все сложить, мы подъезжаем. Я сконфузился, принося быстро складывать вещи, но и делался лучше, и быстрее, мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подкатили к перрону. В коридоре я увидел Лизу и тетку, в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах ее светилась радость. Тетка же ее была бледна, на лице ее разлилась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок, губы плотно сжаты, но странно, сейчас она нравилась мне гораздо больше, от ее вчерашней плотоядности ничего не осталось, то было лицо стареющей женщины, преображенное страданием. Я поздоровался с ними издали, у меня не было желания заглядывать еще глубже в драму этих жизней, Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на восток, и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту. Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне, веселые возгласы, смех, объятия, и снова резанула мысль, что меня встречать некому, и некого мне прижать груди во всем мире, хотя в нем миллионы людей. И взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста, с небольшой седой испаньолкой, очень красивым, гордым и элегантным. Лиза подвела его к И и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щеку и висок, и вот доктор помог ей какой-то микстурой, так хорошо, что и среда от ушиба почти не осталась. Старик, дедушка Лизы, перепуганный внезапной болезнью внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж, и он может довезти нас до Гурзуфа, и поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе. В таком случае разрешите моему кучеру довезти вас до лучшей гостиницы, сказал он, снимая шляпу. Я видел, что и очень этого нет. Глава 10 В Севастополе Все вместе мы вышли из здания вокзал. Старик велел нашему насильщику отыскать в целой веренице всевозможных собственных и наемных экипажей кучера Ибрагима из Гурзуфа. Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке с белыми чехлами на сиденьях и кучером в белой же ливреи с синими шнурками в высоком белом цилиндре синий лент. При широкой татарской физиономии Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке было «немного так-то». Вообще это короткое словечко не покидало меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какого-то закоулка в моем мозгу, дверь в которой я не умел очевидно запилить как следует. Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру указания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только на завтра, выполнив еще какие-то поручения, выехать в Горзу. Я посмотрел на Лизу, она не сводила глаз с И, она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она Зовушка. Я перевел глаза на И и снова подумал, что он красив, как Бог, но Бог суровый. Тетка все это время стояла, опустив глаза, и казалась еще бледнее в ярких лучах солнца. Мне было ее сердечно жаль. Мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять ее скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе ее новой самостоятельной жизни. Прощаясь с нею, я крепко, пожалуй, нагнулся поцеловать ей руку не по велению хорошего тона, но в самом искреннем сердечном порыве. Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, ответила на пожатие и взглянула на меня. Я даже похолодел на мгновение, такая бездна отчаяния была в ее глазах. Боже мой, думал я, усаживаясь рядом с И, который говорил о чем-то с Лизой, неужели в жизни так много страданий? И зачем так устроена жизнь? Зачем столько слез, нищеты и горя? И как понять, что человек сам множит свои скорби, как говорит И? Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел Крым и этот исторический город. Все в нем дышало для меня очарованием. Я мысленно расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебана вели воображение далее, к первому герою той страшной обороны русскому солдату. И разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно похоронил деда, участвовавшего в тяжких боях, выпавших на долю четвертого бастиона. Он вызвался отвезти нас на верхний бульвар, чтобы мы увидели, где проходили бои, с обозначением блиндажей и бастионов, а в Балаклаве посмотрим гавань, где затонуло громадное судно знаменитый черный принц англичан. Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце мое так было полно горечи в жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли на какой-то далекий план, а страдания людей опаляли, как беспощадное солнце, поджаривавшее нас. А этот город, спасенный такими неописуемыми страданиями и гибелью безвестных серых тысяч, имен которых никогда не сохраняет история, зная одно только имя народа Иван Стотысячный. И где-то рядом выселась в моем представлении фигура венценосного императора Николая Первого, у которого не хватило ума прислать достаточно войска и провиантов это погибельное место, вместо того, чтобы собирать войска на Кавказе, где он поджидал врага. И сколько же их, грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героем, Иваном Стотысячным, умиравшим просто и без проклятий. Мысли мои прервал И, спрашивавший, не согласен ли я, прежде всего, узнать о билетах на пароход в Константинополь. Мешавшийся Ибрагим уверил И, что в гостинице, куда он нас привезет, есть агент пароходной компании, что он доставляет и билеты, и заграничные паспорта, и что у нас никаких хлопот не будет, потому что пока путешественников мало, а вот через месяц будет очень большая масса, как и выразился Ибрагим, и согласился ехать прямо в гостиницу, но я видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на все его самообладание, лицо его было сурово и нахмурено. Если бы я не знал другого его облика, как бы я был несчастлив, что связал судьбу с этим человеком, точно прочитав мои мысли, И обернулся и ласково мне улыбнулся. Какой странный инструмент сердца человека. Одной улыбки и легкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтобы сердце открылось для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души. И велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо собора, где стоял когда-то гроб убитого при обороне Севастополя Корнилова. Мы остановились у почты маленького и грязного домишки и отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных компаний, спросил, где можно купить билеты на пароход в Константинополь. Старый сторож в не менее старом и засаленном солдатском мундире, должно быть еще времен обороны, ибо подобных комзолов нигде теперь не было и в помине, ответил, что агент имеется в Приморской гостинице, поскольку там еще есть надежда заполучить пассажиров, а здесь билеты пока никто не спрашивал. Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась неподалеку. Очевидно, хозяина Ибрагима хорошо знали, потому что был немедленно вызван управляющий и нас поселили в лучшем номере. Через несколько минут явился и пароходный агент. Он сказал, что превосходный новый английский пароход уходит впервые в Смирну и Константинополь завтра в три часа дня. А сегодня в ночь отправляется такая грязная старая итальянская скорлупа, которую новый пароход все равно перегонит, и что на нем есть совершенно новенькая свободная каюта люкс. И согласился, отдал ему наши паспорта и деньги, и условился, что вечером, когда мы будем обедать здесь же в гостинице, нам принесут и распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами умывшись и переодевшись, мы спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. И сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что все благополучно, что флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам ВС и Константинополь на главную почту и чтобы мы написали о себе в Москву в ту же гостиницу. Позавтракав мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всем вкусу и знаниям нашего куча. Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Е, потому что очень толково провез нас по лучшим улицам, показав все, что построено за последние годы, сообщив, что обратно повезет другой дорогой, и мы познакомимся со всем городом. Огромное впечатление произвел на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошлись и места, ставшие бессмертной славой России, пусть многие считали их бесславными страницами истории. Никогда прежде не видавший море, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у балаклавы. Я забыл обо всем, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может. И, посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгами, пообещав, что первая же морская буря, в какую я попаду, сменит при моей экспансивности восторг на проклятие. Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать. Пока был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо мое горело, я хотел есть, пить, спать, все вместе. Взглянув на И, я мысленно пожал плечами, этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как мое, на нем не было видно признаков утомления, он, очевидно, мог встать и ехать дальше, а я, я прямо варился с ног от усталости. Зал был почти пуст, но все же несколько столиков было занято, однако я так был поглощен с собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале. К моему удивлению, И ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало, чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь все окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения, но я как-то сразу почувствовал себя неловко, я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжора я все же не был, но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен. Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку, заметив это и спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыгившись своей прожорливости рядом с ним. Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства и чужой жизнью не проживешь ни минуты, сказал И. Кушай, мой дорогой, на здоровье сколько тебе хочется. Придет время. Доживешь до моих лет и еда станет для тебя просто необходимостью, а не наслаждением. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, ласково улыбнулся он. Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро двадцать один, вам же никак не дашь больше двадцати шести, двадцати семи лет, а может быть и того меньше. А вообще я благодарен вам за все, что успел от вас услышать. Тут я перешел на английский и продолжал. Если бы вы не поехали со мной, что бы я делал, как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил флорентийцу, что не могу жить за чужой счет. А ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только еще глубже убедили меня, что так продолжаться не может. Самой той злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею, но я приложу все силы, все усердие, чтобы стать вам хорошим слугой. Тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце говорил я. Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, отвечал мне и, отложим этот разговор, до путешествия по морю, быть может, там, оторванный от земли и всех ее условностей, ты больше поймешь огромную свою ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я нисколько не намерен отговаривать тебя от труда, но тебе надо понять, в чем именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая дает тебе возможность близко увидеть величие и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире, и ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе, а сейчас кушай мороженое, на то оно все растает, закончил он, опять улыбнувшись. В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него, его темные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его умирающего, Ананда. Должно быть, Ананда также нежно глядел на него в тот миг. Я не лежал теперь в агонии, но поистине могу сказать, что то были дни тяжелой агонии моего духовного существа. Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели. Мы потушили свет, открыли окна, полюбовались темным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать. Утром проснувшись, я обнаружил, что и в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрел на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, не то на пароходе мы пропадем от жары. Он развернул пакеты и подал мне такой же белый костюм. Я его примерил, показался себе очень смешным, но все же в нем остался. Далее Ир сказал, что повстречал вчерашнего агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны отправиться. Они познакомились, и капитан предложил перебраться на пароход раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки. И угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику, в которой говорилось, что мы имеем право занять свою каюту в любое время. Было как-то жаль расставаться сушью хотя бы на один час раньше, но внутренний голос говорил мне, что и даром спешить не станет. Я не возразил ни слова. Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пройти в магазин, чтобы приобрести еще по одному костюму из темной чесучи или альпага. Я был рад провести лишний час на суше и решил, что я из тех горе-любителей, которых какая-то тоска добивала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне бесконечным. Вскоре мы управились со всеми делами, нашли костюмы, какие хотелось и, и мне мой темно-серый так понравился, что я в нем и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, добытые им раньше обещанного срока. Сев в лодку тут же у гостиницы мы поплыли к пароходу. Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока наконец не оказались у махины парохода, выкрашенного в белый и красный цвета, рядом с ним мы и наша лодка походили на букашек. Взобравшись по трапу на палубу и предъявив записку капитана дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютей капитана и отделялась от нее только деревянной переборкой, что делала нас обладателями многих необыкновенных преимуществ. В нашем распоряжении был небольшой кусок, принадлежавший только нам верхней палубы, куда никто другой из пассажиров не имел права заходить. Кроме того, в нашей каюте была прекрасная ванна, стены обиты серым шелком, были и дваспальных диван, подли каждого электрическая лампочка с колпачком, а в потолок был делан матовый фонарь. Все металлические детали были никелированы, на полу ковер в тон обивки стены диванов серый с розовыми цветами. Я еще никогда не видел подобной роскоши и стоял по обыкновению тараща глаза. Но и не дал мне впасть мечтания и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен, но вокруг поднимались пустынные холмы и желтая земля иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не являла собой заманчивого зрелища. Посмотрев на часы, я был поражен, как быстро промелькнуло время, скоро нам предстоило двинуться в путь. Наконец, матрос доставил последние вещи в нашу каюту, закрепил их к моему большому удовольствию, и мы расплатились с агентом, делавшим вид, что помогает, а на самом деле суетившемуся возле матроса бессмысла и толку. И у меня мелькнула мысль, что жизнь моя в последние дни, пожалуй, чем-то напоминает суету этого агента. Я тоже всего лишь ассистирую, когда другие действуют, не видя в своем собственном поведении ни логики, ни смысла, ни толку. И поблагодарил агента, дав ему добавочный куш, тот рассыпался в благодарностях и подал и свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам любые услуги, стоит только ему написать или телеграфировать Севастополь. И взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что весьма возможно мы еще будем нуждаться в его услугах. Кстати, спросил он, отправится ли следом в Константинополь такой же быстроходный пароход? Агент рассмеялся и сказал, что такого чуда парохода больше нет. К тому же наше судно не будет заходить в порты только в Одессу. Последним нас покинул матрос из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был веселый и расторопный, он бегал по трапам как сущий акробат. Хорошие чаевые сделали его еще более любезным, и он объяснил нам, что пассажиры каюты люкс могут не спускаться к табльдоту, а требовать кушанья к себе наверх. Через несколько минут он появился по собственной инициативе с меню завтраков, обедов и ужинов, и просмотрел его и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, видеть повара и условиться с ним об отдельном нашем питании. Матрос слетал вниз и через некоторое время явился с двумя важными особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метр де отель, другой главный повар. Повар был толст и важен, метр де отель высок и худ и держался с большим достоинством и любезностью. Дело быстро уладилось, главный кок заявил, что его помощник, специалист в этом деле, что зелени и фруктов на пароходе большой запас, а метр де отель предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше. Оба, получив по крупной бумажке, стали еще любезнее, и повар сказал, что может через полчаса сервировать для нас завтрак, когда публика еще только начнет съезжаться, и согласился, оба джентльмена удалились, и мы остались наконец одни. Шум, выкрики команд, скрип кранов, поднимавших грузы, ошеломляли меня. Я еще ни разу не видел, как грузится большой пароход, да и пароходы-то видел только издали. В раскрытый трюм, который казался бездонным, опускались огромные тюки, грузчики друг за дружкой сновали с тяжестями на спинах по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперек на нескольких баржах. Внезапно внимание мое было привлечено мелькнувшее в воздухе коровой. Испуганное животное дико мычало и рвалось из крепких ремней, которыми оно было привязано к подъемному крану. Одна за другой коровой исчезали в люке бездонного трюма. Потом настала очередь ржущих лошадей, которые страдали еще больше. Все поражало меня. Вроде я знал, что все это существует, но когда увидел воочию... Я поделился своими мыслями с И. Он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чем. Все, чего человек достигает, лишь та или иная степень знания, какой бы области ни принадлежали, видимое или невидимое глазу, постигаемое только мыслью и интуиции чудеса. — Нам надо быстрее позавтракать, сказал он. Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна. На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, и ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананда. В это время матрос принес складной стол и два стула, следом за ним пришел лакей со скатертью, посудой и салфетками на вопрос, что мы будем пить, и заказал бутылку вина и какое-то мудреное питье со льдом, название которого я слышал впервые. Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодное розовое питье, необыкновенно вкусное и ароматное. В разгар нашего завтрака на палубу взошел капитан, приветствовавший и, как старого знакомого, он любезно поздоровался и со мной, напомнив мне флавентийца элегантности своих манер, капитан обращался с нами, как с желанными гостями, и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью ее, которая принадлежала нашей каюте. Скоро начнется съезд пассажиров, сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему и. Хотя настоящий сезон еще не настал, и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Е из Гурзуфа, вот вам и посчастливилось. Я старался скрыть свое изумление, усердно подражая невозмутимости и, чтобы быть вполне воспитанным человеком. Но я был глубоко поражен таким совпадением. Очевидно, эта мать Лиза должна была ехать в нашей каюте, а может быть даже несчастная ее тетка думала совершить морское путешествие. Если у вас нет неотложных дел, продолжал капитан, я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характера, манера, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент, вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за пребывающими. Иногда бывают преуморительные картины. Вот, пожалуйте сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь, только когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники, как это всегда бывает при отправлении, неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно. Говоря все это, он усадил нас под темно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли. Итак, будьте как дома и до свидания, как только выйдем в море вам, придется покинуть мое владение. Он приложил руку к козырьку фуражки и сошел вниз. Вот все и устроилось лучше, чем вы хотели, сказал я. Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка шла с противоположной стороны гавани. Теперь нам были видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой, дамы в белых платьях с белыми зонтами и мужчины в белых костюмах и панамах. Бинокли были превосходны, можно было отчетливо рассмотреть даже лица. Меня больше всего занимали те, кто шел по левым мосткам, очевидно, публика из первого и второго класса. По правым мосткам двигались те, кто тащил на себе свои узлы и сундучки. Мелькали и фески, и пестрые халаты, двигались кучками женщины, закутанные с ног до головы в черные бурнусы с темными сетками на лицах в сопровождении детей разных возрастов. Вот это удача, вдруг услышал я возглас и... Он показал мне на двух высоких мужчин в темных костюмах и красных фесках, вступивших на мостки и выделявшихся на фоне элегантных белых фигур. Я принялся их разглядывать. Один был постарше, лет сорока, другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные. И встал и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдет навстречу туркам, ибо это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что это необыкновенная удача плыть с ними отсюда на одном пароходе. Не успел и уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, увидев меня одного, и я должен был объяснить, что и увидел своих друзей, и пошел вниз встретить их. Ну, значит, вам будет весело, сказал капитан. Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилам. Я поблагодарил его за любезность и встретился с ним взглядом. Положительно. В последние дни мне везло на необычайные глаза, и я начинал досадовать, что у меня-то самое обычное, темное. Капитан был молод, на вид ему было чуть больше тридцати. Поджарая фигура, очень ловкие движения, легкая походка, все указывало на большую физическую силу и тренированность. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности, губы красиво очерченные, были плотно сжаты, с чертами не такими правильными, как у флорентийца и Леонанды, лицо это было все же очень красиво, и по всей вероятности он имел большой успех у женщин, сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре. Но когда я встретился с его пристальным взглядом, то подумал, что близость с ним вряд ли приятна. Глаза его были совершенно желтые, как янтарь, и зрачки очень странные, как бы продолговатой формы, точно у кошки. Янтарные эти глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся им. И возвратился веселым, таким я его еще не видел, сказал, что друзья турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли нам письма, мы получим их сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи. Казалось, теперь он потерял всякий интерес к наблюдению за публикой и как бы нехотя время от времени поглядывал на все пребывавших пассажиров. А между тем зрелище было необычайно красочно, пестротою одежд, контрастом манер и жестов. Кто-то суетливо бежал и расталкивал всех на пути, кто-то громко перекликался, и крики сливались в один сплошной гул, но вот раздался бой пароходной сирены, и если бы не матроса, сдерживавшая напор людской волны, произошла бы самая настоящая давка. Долго еще продолжалась посадка. Наконец, трапы были отданы. Глава одиннадцатая на пароходе Мы все сидели под синим тентом, и я радовался, что вижу наконец море, беспредельный водный простор, где даже в лучший бинокль не увидишь берегов. К моему удивлению Иль не разделял мои радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт, и, хотя мы шли погладкой, как зеркало в воде, предсказывал шторм, редкий в это время года, свирепый шторм на Черном море. Я тоже принес рассматривать в бинокль горизонт, но, кроме моря и неба, сливавшихся в одну серую полосу, ничего не видел. Как только появится капитан, мы поблагодарим его за гостеприимство и пойдем к себе в каюту, сказал Иль. Пока нет качки, тебе надо разобрать вещи в своем саквояже. Я уверен, что Ананда подумал о пилюлях на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если, как я и полагаю, налетит ураган, тебе надо успеть до начала качки принять три раза пилюли. Нам с тобой предстоит помочь людям, едущим третьем классе. Привилегированная публика будет иметь довольно удобств, хотя и тоже придется пострадать, но третьи и четвертые классы, как всегда, заполненные до отказа нищетой, будут в нас нуждаться. Я призадумался. Еще ни разу и не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому плавание оказалось приятной прогулкой. Вскоре мы вышли в открытое море, но берега были еще отчетливо видны, пустынные, желтые, ничуть не привлекательные берега. Показался капитан, мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели тут же уйти, но он зорко посмотрел на нас и спросил, часто ли мы плавали по морю, и сказал, что сам он к морю привычен, но я плыву в первый раз. Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, сказал мне капитан. Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что если бы не сам я его выбирал и выверил, я мог бы думать, что он просто шалит. Надо ждать не просто бури, но бури редкостной. Как непрекрасно мое судно, думаю, что придется схватиться с ветром, морем и ривнем в эту ночь. Вам же следует наглухо закрыть свою каюту, а я прикажу матросам установить запасные щиты, так как предполагаю, что волны будут захлястывать и эту палубу. Я ужаснулся. Высота парохода отсюда казалась с хорошей трехэтажной дом. Мне подумалось, что такой волны просто не бывает. Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было неведомо этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Он, пожалуй, и любит то море из-за той борьбы, в которую приходится с ним вступать. И если сейчас ему что-нибудь заботить, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены, и над которыми он полновластный хозяин посреди этих вод. И казалось, что буря, видимо, разыграется к ночи. Капитан возразил, что запекачка, от которой будут страдать люди и животные, возможны ночью, но настоящая буря грянет лишь под утро, на рассвете. Капитану стали подниматься его помощники. Мы расстались с ним и пошли в свою каюту. Я принялся разбирать саквояж, которым снабдил меня флорентиец, в дорогу. Он оказался много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки. Я спросил, не принят ли мне одну из волшебных пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но я ответил, что для морской качки они совершенно не годятся, а надо найти лекарства, успокаивающие голову кружения и рвоту, поскольку вряд ли Ананда мог не предвидеть качки. Я предоставил самому и искать пилюли. Он действительно их нашел очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них. Ты полежи немного, дружок, сказал он мне. Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать легкое головокружение и тошноту, говорил он, подавая мне пижаму и ночные туфли. Я чувствовал себя превосходно, но сообразил, что времени полюбоваться морем будет еще в досталь, а сейчас неплохо и полежать. Надел пижаму и вытянулся на мягком диване. Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как все завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило, я даже издал нечто вроде стона. Рука и легла на мой лоб, он нежно вытер мне лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил под голову мягкую подушку. Это очень хороший признак Левушка. Услышал я его голос, словно бы находился где-то очень далеко. Через несколько минут ты оправишься и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнется, как думает капитан, на рассвете, успеешь закалить этим лекарством организм, и сможешь отлично помогать пассажирам. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь не посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой людям, которые не закалены и не подготовлены к тем страданиям, что ждут их сегодня. Если у тебя не появится страха, если ты не отдашься чувству брезгливости, а будешь отыскивать перепуганных детей и взрослых, чтобы нести им бодрость и помощь, ты положишь основание своей новой жизни, труда и любви, и такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе не страшны. Я слышал его, очень хорошо понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем. Не знаю, сколько времени я так лежал, но наконец почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла, но отвратительное состояние головокружения, когда все плыло передо мною, оставило настолько неприятное впечатление, что я все еще боялся открыть глаза, но с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и в конце концов поднялся с дивана, радостно глядя на И, и мгновенно забыл все только что испытанные ощущения. Да ты, Левушка, герой, я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я привыкал к этому лекарству, противоядию откачки, я подолгу лежал без движения, весело говорил мне И. Мне кажется, что за эти дни, Левушка, ты смог увидеть, сколько героического напряжения может потребовать вдруг от человека жизнь, и он, проснувшись утром веселым, беззаботным ребенком, к вечеру становится взрослым, и судьба кличет его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке. Это верно, как и все, что я от вас успел услышать, ответил я И., надевая костюм. Быть может, и не на такие пустяки, как глотание гадких пилюль я был бы способен, если бы умел всегда держаться в кругу сосредоточенного внимания, но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего, что успел понять благодаря вам и флорентийцу, я не могу сразу думать о тех, кому я нужен, а думаю сначала о себе, вот и сейчас я упустил из виду, что могу еще не раз очутиться в булю на пароходе, пока мне предстоит сбивать с толку преследователей брата. Забыл я и о помощи несчастным, тем, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах. Я оделся и радостно обнял меня, заметив, что не мгновение не сомневался в истинных моих чувствах. Он пригласил спуститься к его друзьям в первый класс, чтобы познакомиться с ними и получить письма. Он предложил также посмотреть, как устроен пароход, его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и так далее. Но я, предвкушая предстоящие горькие испытания, потерял всякий интерес к этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие — осмотреть помещения третьего и четвертого классов, где нам предстоит трудиться ночью. И согласился, позвонил матросу и дал ему записку в первый класс к своим друзьям-туркам, которые явились незамедлительно. И встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья, через минуту тот принес четыре плетеных кресла, казавшиеся легкими, но на самом деле такие тяжелые, что я не мог свое не только поднять, но даже сдвинуть с места. Тогда я стал разглядывать новых знакомых. Типичная наружность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение. Старший из турок, которому я был представлен как брат друга и, а потому также и его брат, ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым своим спутником, оказавшимся его сыном, и подал мне письмо Ананды. Он назвал свое имя, но так непривычно оно прозвучало и показалось таким длинным, что я его не разобрал даже. Он был очень красив, но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющим молодостью и красотой И. Я заметил, что оба турка чрезвычайно почтительны с И и так же беспрекословно внимают ему, как сам И и Ананда слушали флорентийцы. Младший турок меня очень удивил. Оба они казались не черноглазыми, но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого, я увидел, что от густейших длинных черных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся черными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел темно-синие глаза, очень внимательные и добрые. Я прямо сгорал от нетерпения прочесть письмо, даже щеки мои покраснели, но правила воспитанности не позволяли мне прочесть его немедленно, и не без вздоха я положил письмо в карман. Разговор шел о предстоящей буре, и старший турок передал их, что слухи уже проникли в первый класс, и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас повсюду расклеивают приказ за подписью капитана, чтобы после ужина никто не выходил на палубу, и все оставались во внутренних помещениях, так как выходы на палубу будут закрыты ввиду возможной качки. И поделился со своими друзьями желанием подежурить в третьем и четвертом классах во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся. Но прежде надо было заручиться согласием капитана, который собирался закрыть нас в нашей каюте, приперев дверь какими-то особыми щитами. Старший турок взялся разыскать капитана, но и захотел непременно пойти вместе с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с молодым турком. Пока я придумывал, о чем бы мне начать с ним разговор, он сказал, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешел на третий курс Петербургского университета. Я очень удивился, ведь и я студент второго курса того же университета, математик, и поразился, как это я его прежде не приметил, он же оказался видел меня не раз, и моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем. Я смутился, покраснел и стал умолять его, ничего не говорить о моих литературных трудах, я давал читать их только близким друзьям, и не понимаю, как это могло получить огласку. По словам турка, все произошло очень просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочел мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора, меня долго вызывали, не поверив в мое отсутствие, не успокоились только, когда кто-то сказал, что я уехал в Азию, и что тогда же было решено послать мой рассказ в журнал, чтобы по возвращении в Петербург меня ждал приятный сюрприз. Не знаю, чего во мне было больше, авторской гордости или возмущения тем, что могли без меня распорядиться моим рассказом. Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей. Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придется хуже всех, если буря грянет, говорил своим металлическим голосом капитан. Но зачем вам мучить этих детей, продолжал он, указывая на нас, пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет еще бурь в их жизни, если хоть от одной их можно уберечь, слава Богу. «Эти дети будут очень нам нужны, как братья милосердия, дать лекарства или влить рому в рот замерзшему человеку. Не так легко, когда качка кладет пароход чуть ли не на бок», ответил ему «и, наши дети закалены, и бури не испугаются». Капитан пожал плечами и заметил, что снимает с себя ответственность, если волна смоет кого-либо из нас, что мы все понимаем, какой опасности подвергается даже бывалый человек сильную бурю, а не только неопытный мальчик, и что он еще раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте. И настаивал на своем, я было думал, что сейчас начнется ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на И, поднял руку козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал «Выходит, вы хотите быть капитаном на палубе четвертого класса этой ночью? Согласен ее доверить вам. Действуйте как санитары, но в помощь вам не смогу дать ни одного матроса, кроме разве того рыжего, что приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуп, хотя парень он добрый, и своей чудовищной силой может быть вам полезен». С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести в каюту четыре пары резиновых сапог и четыре непромокаемых плаща с капюшонами, на его же звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан приказал находиться всю ночь на палубе при нашей каюте, и если мы куда-либо двинемся ночью, состоять при нас, и в частности не отлучаться именно от меня ни на шаг, что я в первый раз в море, и хороший матрос должен понимать, что означает приказ капитана не отлучаться от новичка плаванием. Я был смущен, даже слегка обижен, но капитан посмотрел на меня весело и сказал, что слуга пригодится, когда я буду обслуживать больных, и я еще буду ему очень благодарен, даже захочу угостить его вином, если борьба со стихией окончится, благополучно. Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые мне казались резиновыми, но когда я их надел, то почувствовал, как они эластичны и теплы. Всем плащи пришли спору, только я в своем утопал до пят, а сапоги не лезли на высокого турка. Ему меняли их раза три, пока не подобрали удобные. Мне тоже отыскали плащ поменьше. Капитан еще раз заходил к нам и снова убеждал и оставить в каюте хотя бы меня одного, но не и не я на это не согласились. Тогда он сказал, что направляется в четвертый класс и приглашает нас, чтобы мы могли познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с восторгом приняли это предложение. У лестницы матрос нес вахту, получив строгое распоряжение никого, ни под каким предлогом, не пропускать без нас наверх, пусть это даже будет старший помощник. Мы двинулись вслед за капитаном. К нам присоединились еще два офицера и два матроса. Теперь целой группой мы двинулись вперед. Капитан отдал приказание вызвать еще и старшего врача. Я был поражен не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой всевозможных общих комнат и роскошью, царившей всюду. Буквально все комнаты утопали в цветах. Публика из первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Нарядная жизнь била ключом в каждом уголке, в воздухе разносился аромат духов и сигар. Наконец мы спустились в третий класс. Я ожидал встретить ту же грязь, которую наблюдал в вагонах этого класса в русском поезде, но сразу понял, что жестоко ошибся. Здесь было очень чисто, правда, ноги не тонули в коврах, но на полах лежал линолеум красивых ярких рисунков. Должно быть, билеты и здесь стоили недешево, так как бедноты совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, внешний вид которых говорил об известном достатке. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, залитая электрическим светом. Были здесь и гостиная, и читальня, и курительная комната. Наконец, мы спустились еще ниже и очутились у самой воды. Носовая часть была отведена под четвертый класс, крышей служило помещение третьего класса, где каюты тянулись от носа до кормы. В четвертом классе кают не было вовсе. Пассажиры сплошь бедняки, большую часть у семьи, сезонных рабочих, или бродячие музыканты, жалкие балаганные фокусники и петрушки. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были и торговцы, ехавшие со своим товаром, и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму. Тут были и конюхи, сопровождавшие лошадей. Словом, глаза разбегались, и я снова таращил их, позабыв обо всем на свете. Не отставайте от меня, услышал я повелительный голос капитана, и в ту же минуту почувствовал, что И взял меня под руку, шепнув, чтобы я запоминал расположение парохода, а не увлекался картинностью этого зрелища. Я вздохнул. Столько возможностей для наблюдений, и надо идти мимо всего, пометуя только о буре, которая то ли будет, то ли нет, и я продолжал думать, что вряд ли она случится. Солнце сияло, мы все еще шли по глади, и волну гнал только наш пароход великан. Мы внезапно остановились. В самым неудобном месте, в носу парохода, между бочками и ящиками, на ветру, сидела молодая, до крайности измученная женщина, держа на коленях ребенка лет двух, прелестного живого мальчугана, беленького, как его мать. Рядом лежала девочка лет пяти, похоже, больная. Положив головку, мертвенно-бледную, на колене матери она, очевидно, была в забытии. — Почему вы выбрали такое неудобное место? — спросил капитан, обращаясь к женщине, на красивом лице которой изобразился ужас, и глаза наполнились слезами. — О, не выбрасывайте нас! — взмолилась она по-французски. Не понимая, видимо, английской речи капитана, она испугалась звука его повелительного металлического голоса и глядела теперь с мольбой. Капитан оглянулся, говоря, что его французский оставляет желать лучшего. И выдвинул меня вперед, я поклонился женщине и перевел ей вопрос капитана. В ответ на это слезы градом покатились из ее глаз, и она объяснила, что это единственное место, где ее, наконец, перестали донимать жестокие спутники, что сердобольный матрос устроил их здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу. Девочка не больна, мы только голодны, не выбрасывайте нас, мы едем к моему отцу в Константинополь, мой муж умер, его задавило на стройке, и французская компания не пожелала нам ничего заплатить, но я не могла ждать суда, мы умерли без голода, пришлось все продать и кое-как добраться до Севастополя, я отдала последние деньги за билет, не знаю, как и доедем, но билет мой в порядке, быстро говорила бедняжка, в полном смятении протягивая капитану билет. Должно быть, нужда свалилась на нее внезапно, костюм, вероятно, еще совсем недавно купленный, был в пыли и пятнах, платье на детях тоже новое и тоже перепачканное в дороге, высовывавшиеся из-под юбки ножки девочки, были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно непригодные для далекого путешествия. Мольба и страх за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние, столько чувств отражалось в глазах этого существа, что у меня защекотало в горле, и не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки. Нельзя ее здесь оставлять, сказал я, и уступим ей свою каюту. В этом мало пользы, ответил за него капитан, они все нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платная палата в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить ей дорогу в такой каюте, она получит возможность отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой, ведь она сейчас упадет в обморок. Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся на бок женщине. Капитан дважды свистнул, висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос. «Разогнать толпу», приказал ему капитан. И точно по мановению волшебной палочки пассажиры расселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика. «Теперь носилки», велел капитан. Пока ходили за носилками и поинтересовался, куда и кому внести деньги за отдельную палату для бедной женщины. Капитан написал записку, передал ее доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую палату лазарета каюту 1А. Деньги следовало внести судовому кассиру, что вызвался немедленно исполнить младший историк. Женщина все еще не приходила в себя и ее уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять девочку, но она крепко обхватила мою шею руками и громко заплакала. Я прижал девочку к себе и сказал и, что сам отнесу ребенка и останусь с больной матерью, пока она не придет в себя, но и отрицательно покачал головой. Отнеси дитя, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся. У нас много дел, но бедняжку мы не забудем. Скажи ей, как нас найти, пообещай, что мы вскоре ее навестим. Капли дай ей так, чтобы никто не видел, шепнула мне, и я двинулся вслед за носилками. Шли мы долго, думаю, не менее двадцати минут, мы все взбирались по лестницам и коридорам, обойдя стороной парадной комнаты. И ничего тут только не было в этом плавучем доме. И прачечная, и сушильня, и провианские склады, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное хранилище для пресной воды, и гимнастический зал, и плаватель. Каюта, куда мы наконец добрались, была вся белая, имела две койки дивана внизу и одну наверху. Все в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошел в аптеку, я быстро влил в рюмку капель, которую дал и и поднес ее к губам больной. Она открыла глаза, выпила лекарство и снова опустила голову на подушку. Но я сразу заметил, что к щекам ее прилила кровь. Она шевельнулась, вздохнула, а когда вошел доктор, приподнялась и спросила твердым голосом, где я. Я подал ей девочку и сказал, что она находится в лазарете, где и пробудет до конца путешествия. Я просил ее от имени капитана ни о чем не беспокоиться и пообещал, что зайду к ней вместе с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевел ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в то, что полагается носить в лазарете. Простившись с ней, я было решил, что мне самому ни за что не выбраться отсюда, но у выхода из лазарета увидел того же матроса Верзилу, который сопровождал носилки и ждал теперь меня, чтобы отвезти обратно. На этот раз мы добрались довольно быстро, потому что этот Верзилу так же летал по лестницам, как наш рыжий великан. Я нашел капитана и его спутников за работой, вся густая толпа была разделена на женское и мужское царство. Женщины и детей поместили в середине палубы, где имели стены и сплошных бортов. Матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую часть палубы, чтобы уберечь слабых от сквозного ветра. Мужское население встретило это распоряжение капитана в штыки. Тогда он свистнул особым манером, и точно из-под земли выросли четыре вооруженных матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа. Еще с десяток матросов получили приказание крепко привязать весь груз и даже пассажиров, за чем остался наблюдать один из офицеров. Мы спустились трюм, который тоже состоял из нескольких этажей. Нижние были доверху забиты ящиками и тюками, а на верхних находились животные. Коров и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах стены были обиты толстыми соломенными матрасами. Отдав еще какие-то специальные распоряжения, капитан опять поднялся в четвертый класс, и мы последовали за ним. Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую мы переводили на все языки, правда, в основном помогали наши турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякого, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно посадит в карцер. Тем, у кого была с собой водка, он велел сдать ее немедленно. Должно быть, никому не хотелось в карцер, и со всех сторон, без всякого сопротивления, протягивали бутылки и даже бутыли водки. Если кто-то медлил, то под красноречивыми взглядами соседей неохотно, но все же отдавал припасенное в дорогу. Нечего было опасаться, что кому-то удастся утаить флягу, теперь уже проявляли свои сыскные таланты цыгане, обиженные и разлученные со своими женщинами, отдавшие водку из страха перед наказанием, они вымещали на спутниках свою досаду и невозможно было укрыть пьянящее зелье от их зорких пылающих глаз. Вскоре большая корзина была доверху наполнена и унесена. Капитан добавил, что всякий имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру, независимо от суммы, и затем получить ее где и когда пожелает, и если желающие найдутся, он пришлет кассиру в помещении третьего класса. На этом наш обход окончился. Когда мы вернулись к себе и дал мне еще одну омерзительную пилюлю, на этот раз голова не кружилась, но тошнота, удары в висках и какое-то трепетание тела были, пожалуй, еще сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что сейчас что-то лопнет у меня в голове и спине. Весь я покрылся испаренный и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я слышал какой-то разговор, но даже не смог понять, кто это и о чем говорит. Долго ли так лежал забытие, я не знал, но внезапно ощутил какую-то легкость, гибкость в теле, словно проспал несколько часов к ряду, а оказалось, что прошло только двадцать минут. И сказал, что сейчас подадут обед и надо с ним поторопиться, так как необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что если сейчас могу горы двигать, то что же будет со мной в третий раз? Но как бы то ни было, следовало поспешить. В кармане у меня лежало письмо флорентийца, сжигавшее меня уже столько часов, и прежде всего я хотел прочитать его, о чем и заявил И. Он согласился и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно, было часов семь. Я вынул письмо и позабыл обо всем на свете. Так тронули меня нежные, полные любви слова моего дивного друга. Флорентийц писал, что мысленно следит за каждым моим шагом, и разделенные условностью расстояния, мы все так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность, которую я имел случай не раз проверить в эти дни. Дальше он говорил, что вынужден ограничиться коротким письмом, так как времени до отхода поезда осталось немного, но просит меня быть крайне внимательным во время путешествия по морю и не отходить от и, как я делал это и раньше, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу. Желая мне полного спокойствия, он говорил, чтобы я не впадал в отчаянии от любых новых поворотов в собственной судьбе, а только видел перед собою одну цель — жизнь брата. И был бы верен ей так, как он, флорентеец, верен своей дружбе со мною. Я хотел еще раз перечитать это дивное письмо, но и увел меня обедать, обратив мое внимание на позднее время. Мы быстро пообедали и ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он же рекомендовал мне оставить письмо в каюте и уложил меня, сказав, что через полчаса даст третью порцию лекарств. Я задремал, но проснулся от голоса и машинально проглотил пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как она подействовала. Проснулся я, как мне показалось, от толчка. На самом же деле это хлопнуло дверь нашей каюты. Я поднялся, с удивлением разглядывая И, который был в плаще и резиновых сапогах. Одевайся скорее, Левушка. Капитан прислал сказать, что буря начинается и разразиться верно раньше утра. Но качка так велика, что добрая половина людей уже лежит в Лешку. Надо срочно спускаться в четвертый класс. Я стал надевать сапоги и плащ, а И достал две походные аптечки на крепких ремнях. Одну побольше надел себе через плечо, другую подал мне. У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али и вот эти, что я вынул из твоего саквояжа, их тебе посылает флорентиец. И он подал мне зеленую коробочку из эмали с белым павлином на крышке. Взгляни, как устроено отделение аптечки. С этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку твердого чехла, и я увидел три ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками две капли пять-десять. Я был поражен невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда. Любоваться зеленой коробочкой с павлином тоже. Я поспешил засунуть обе коробочки в аптечку. Физически я чувствовал себя прекрасно, но казалось, что меня шатает, и рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что эта качка дает о себе знать. Мы вышли из ярко освещенной каюты, и я поразился перемене в погоде. Лил дождь, свистел ветер, тьма была вокруг непроглядная. Возле меня выросла высокая тень. Это был наш матрос Берзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что и взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре трапу вниз. Здесь мы встретили Глава 12 Буря на море Не успел я преодолеть и пяти ступенек, как что-то сильно толкнуло меня в спину. Я неминуемо полетел бы вниз головой, если бы мой Берзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги. Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что И держит младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Каким-то образом он зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, отчего я и полетел вниз. Все это было несмотря ни на что комично, а молодой турок имел такой несчастный скампуженный бит, что я, забыв про такт, так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать, но фыркал и давился, что меня смешило еще больше. Аго! раздалось за моей спиной. Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить дикую качку веселым смехом? Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне. Так это вы, юноша, такой герой. Можно не беспокоиться, вы будете хорошим моряком, прибавил капитан, подмигивая мне. Герой не я, вот этот молодец, сказал я капитану, указывая на нашего матроса. Если бы не он, пришлось бы вам меня отправить в лазарет. Но тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у ее маленькой дочери. Чего доброго, и мать последует ее примеру. Он улыбался, но улыбались только его губы, глаза были пристальны, суровы. И я вдруг как-то всем существом своим ощутил, что опасность данного момента очень велика. Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберемся до нижней палубы, а сведет его с лестницы провожатый. По его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека. Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки, двигался я все лучше. Мы остановились у подножья лестницы, чтобы разделить между собой поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер был и волны дыбились уже огромные, люди стонали, женщины и дети плакали, лошади в трюме ржали и бились, коровы мычали, блеяли овцы, ничего нельзя было расслышать, все сливалось какой-то непрерывный вой, гул и грохот, и потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины кинулись к нам, но тотчас же многих отбросило назад. Это пароход взмыл вверх и снова ухнул вниз, как в пропасть, и подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи. Я набирал нужные капли, матрос приподнимал головы страдалец, и я вливал им лекарства. Зловоние здесь стояло такое, что если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести. Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать, и даже засыпали. Два матроса с горячей водой, со щетками и тряпками, навели в помещение чистоту. Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться, и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек чувствовали себя хорошо, и вызвались нам помогать. Вскоре замерли стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать. И дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы, и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведет на животных, такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей. Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где И показал, в каких местах следует привязать траву. Возвратившись, И предложил здоровым тоже принять лекарства, говоря, что несколько часов сна подкрепят их силы, и они смогут помогать остальным, когда начнется буря. Буря? Да разве это еще не буря? Послушались возгласы. Нет, это еще не буря, а только легкая качка, раздался рядом голос капитана, поэтому примите лекарства и поспите немного, если вы действительно отважны. Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся. Неожиданное появление капитана и его сильный звенящий голос подействовали на храбрецов, они молча открывали рты, и мы влили всем наши чудо капли. Капитан спросил И сколько длится успокоительное действие его капель, и И ответил, что не менее шести часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать. Буря начнется часа через два, быть может три. Я решил перевести часть пассажиров из третьего класса в гостиные второго, а весь четвертый класс поместить в третий, сказал нам капитан. Вы, пожалуйста, не уходите, пока здесь никого не останется. Быть может, кому-то придется помочь еще раз. И он также быстро исчез, как неожиданно появился. Он был вездесущ, забегал на капитанский мостик, где не спакту, старший помощник, отдавал распоряжение и успевал заглянуть в каждый уголок, он всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово. Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей, но все же вскоре все устроилось. Вместе с командой мы отправились будить мужчин, здесь дело пошло лучше, мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались туда, куда им было указано. Но вот снова заплакали дети. Пришлось повторно давать лекарство, причем вначале и пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию и давал новую порцию только в случае острой необходимости. Подли некоторых стариков рабочих и задерживался подолгу и с овалом уже дремавшим какие-то конфеты в рот. Мы собирались остаться на дежурство в гостиных второго класса, но посланец от капитана просил нас поспешить к умирающей девушке. Мы оставили турок внизу и поднялись в первый класс, со всех сторон неслись вопли, бегали горничные и лакеи, и, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь многоотвратительнее, так как требовательность злость и и, пожалуй, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...